youtube канал познавательная аудиокниги с иллюстрациями представляет львы будды жизнеописание 84 ситхов абхаедата катарасити ситха правти эсмон грабши и срэп граб топ баджат карт сабс хи один лёрджи ас translated into english by james b robinson 1979 перевел на русский язык кирилл щербицкий член московского буддийского центра школы карма когю 1992 помогал ваги трагимов 1993 мы благодарим также членов санкт-петербургского центра карма когю лену мусаеву галю кокину и люду лопатинскую за помощь в технической работе над текстом спокойный сердцем не возвышающийся лучезарный развитый внимательный освобожденная от зла гибкий готовый к действию прочной и невозмутимой он приводит и направляет свои усилия к состояниям чудесного умения он овладевает различными аспектами этого дара будучи единичным он становится многими и будучи многим возвращается к одному он становится воспринимаемым и невоспринимаемым он преодолевает стены или холмы или заграждение без разрушений как воздух он движется сквозь твердые пласты как сквозь воду он идет по воде не проваливаясь как по твердой земле в позе лотоса он странствует в небе как птицы летящие по ветру он касается даже солнца и луны сколь бы могучи они ни были в своем человеческом теле он поднимается выше небесного рая брахмана сама на фала сато тибетский текст перевод которого здесь предложен является в свою очередь переводом с санскрита чатурашити ситха праврити источника написанного во второй половине одиннадцать или начале двенадцать столетия абхаидатты великим гуру из чем пары книга представляет собой собрание биографии реальных лиц которые суть в то же время о географии повествования написанные изнутри живой традиции в честь выдающихся и особенно почитаемых адептов восемьдесят четыре ситхи представляют тех кто за прошедшие несколько столетий достиг прямой реализации учения будды они являют собой в частности расцвет тантрической традиции в поздний период развития индийского буддизма эта традиция была наиболее влиятельна с 8 по 12 век особенно при династии пала когда буддизм пустил корни в тибете ситхи поддерживали важнейшие связи между тибетом и индий дав начало линиям которые продолжаются в тибете и в настоящее время для достижения цели учил будды необходимо развить в себе мудрость санскр праджна тип шарап которая возникает из единства знаний и действия существуют три фазы приобретения такой мудрости знания получаемое при прослушивании доктрины знания получаемые при критическом анализе знания возникающие в медитации последнее является эффектом практики вызывающим трансформацию и ведущим к освобождению после становления доктрины собственно медитации часто оставались в тени отчасти как реакция на это положение дел выходит на первый план махаяна ранее махаяна во многом осознавалась как практическое осуществление того что прежде лишь обдумывалась или обсуждалась философские школы махаяна достигли своего расцвета во двух нашей эры с разработкой нагорджуны доктрины матхимика и вновь в четырех века сведением осанга учения школы ягачара оба направления подчеркивали важность как интеллектуальной так и медитативной деятельности и оба явились наивысшим достижением буддистской философии в индии однако со временем вновь стало ощущать все преобладание информационного аспекта в передаче традиции внимание уделялось скорее искусству вести диспут формированию навыков философского мышления и внутри университетским взаимоотношениям в условиях развитой школы вопрос о прямой реализации природы будды практически не ставился или скажем мягче не ставился достаточно широко ни в преподавании не в общинном быту в таком контексте становится важной буддистская тантра также как махаяна уравновесила общий образовательный характер хинаины традиция ваджраяна дополнила первую настаивая на важности практического аспекта в учения ситхи последователи ваджраяны не отвергали традиционных учений но прежде всего действовали среди них были и собственных философы такие как шантаракшита и шантидева традиция причисляет к ним также нагарджуну и асангу не существует внутреннего противоречия которое препятствовало бы формированию в одном лице крупного философа и адепта тантры во всеоружие мастерства и энергии которые предполагает этот статус хотя крупнейшие ситхи такие как нагарджуна были мастерами наук и искусств и вращались в образованных кругах большинство ситхов выбирали новые пути в отличие от монахов многие из них не изучали подготовительных текстов но мгновенно и полностью отдавали себя превращению наставлений в опыт подчеркивание роли практики отвечала глубокому оптимизму буддийской традиции дающие возможность собственными силами вне волей-неволей социально окрашенных групп и институтов обрести несравнимую энергию и свободу все что необходимо это руководство учителя и стремление пройти путь полностью поддерживая и постоянно имея в виду опыт глубоких медитаций ситхи выражали тенденцию отличную от чисто умозрительного школьного буддизма внутренняя трансформация сознания являющийся собственно ситхи делала ситхов талантливыми учителями они демонстрировали неординарный стиль считая любой способ деятельности выражением природы будды и любую ситуацию пригодной для передачи учения со временем слово ситхи успех победа стала означать сверхъестественные способности возникавшие в результате медитации так как ситха это тот кто обладает ситхи наименование ситха в общем потоке индийской культуры стала относиться к магу а со временем еще и к странствующему фокуснику однако в буддистской традиции существует четкое различие между двумя типами ситхи высшие ситхи есть просветление трансцендентальная победа это единая нераздельная ситхи достижимая только на пути будды в этой книге высшим называется ситхи махамудры практики великого символа второй тип ситхи означает магические способности которые могут быть получены и путем в любой ягической шаманской или подобной тому традиции индийская традиция располагает бесчисленными списками подобных ситхи вплоть до знания эликсиры бессмертия исполняющих желание предметов и так далее оба ситхи превосходят измерение обычной жизни но акцент ставится на первом многие яркие способности приходят раньше и есть опасность что их можно принять за освобождение но это лишь первый знак приближения успеха развиваясь в сторону реализации природы будды ситха должен продолжать медитации и стремится действовать на благо всех живых существ упоминание о магии ситхов часто трактуются как результат внешних воздействий на традицию но отметим что магический элемент входил в главную струю буддийского учения с самого начала и ясно виден в сутрах прямую аналогию магическим способностям ситхов составляют абхиджны или сверхъестественные знания упомянутые в текстах напали в частности первая абхиджна чаще всего называемая ритхи или ритхипада поле и тхи способность непосредственного контроля над элементами универсума веру посложил стихотворение где упоминает несколько магических эпизодов говоря если бы я не творил чудес зачем бы людям было следовать даже внешней дхарме ситхи умели летать по воздуху обращать железо в золото проходить сквозь огонь останавливать солнце они были причиной многих необычных происшествий в то же время они усиленно распространяли учения и каждый из них представляет собой яркий пример успеха в практиках ваджраяны живое воплощение дхармы истории ситхов можно разделить на два основных класса краткие очерки и более подробные сообщения о значительных фигурах таких как вирупа нагарджуны и другие в то же время оба типа повествований в сущности резюмируют пройденный путь они являются детальными биографиями автор текста был очевидно заинтересован в создании общего обзора известных персонажей тантры жизнеписания 84 ситхов луипа учителя луипу назвали так потому что он ел рыбьи внутренности вот рассказ о нем жил однажды царь богатый как кубера бог процветания кроме дворца украшенного алмазами жемчужинами и всем что можно пожелать у него было три сына когда он умер призвали астролога решить кто из них унаследует его сокровища астролог заглянул в таблицы и объявил что если на престол взойдет средний сын воцарится процветание и довольство братья короновали принца против его воли сам он пытался всеми силами избежать участи правителя его пришлось заковать в золотые цепи не думаю покориться принц подкупил стражу и с одним из слуг бежал в романи швару где правил тогда царь ромала там он выбросил шелковое одеяние и все что могло его выдать оделся в рубище и стал вести жизнь городского нищего но внешность принца была так привлекательно что каждый давал ему что-нибудь и он мог совершенно не беспокоиться о пище позже принц перебрался в бадхгая где даки не заботились о нем и учили его а еще позже оказался в салипутре резиденции царя этой страны все это время он питался подаянием и ночевал на могилах однажды по пути на рынок он зашел в харчевню хозяйкой там была даки не из числа живущих среди людей взглянув на принца она подумала он уже полностью очистил 4 чакры но у него есть проблема он не перестал задумываться о своем статусе среди людей она положила в миску гнилые объедки и подала ему а когда он их выбросил рассердившись сказала если ты до сих пор различаешь хорошую и плохую пищу как дхарма придет к тебе принц понял что отличая одно от другого он отдаляется от просветления он стал вылавливать в ганге выброшенные рыбьи внутренности и питался этим в течение 12 лет занимаясь практикой когда однажды торговка рыбы увидела его за едой она назвала его луи по старые рыбьи потроха под этим именем он достиг просветления и прославился конец этой истории вы узнаете из рассказа про тингипу и сутенера дарику лилапа в южной индии был некогда царь выседавший на троне льва а плод могущества и процветания однажды увидев странствующего йога он сказал ты должен очень страдать скитаясь по всей стране в таком состоянии я не страдаю страдает человек на вашем месте ответил йог почему же вы боитесь потерять царство и тревожитесь оправдаются ли ваши надежды от этого вы страдаете мне же если придется оказаться в огне я не сгорю я не умру и от яда благодаря учению мудрых я заранее избавлен от мук старости и смерти царь поверил ему и сказал мне нельзя уйти странствовать но я могу заниматься медитацией здесь во дворце дайте мне наставление йог дал ему посвящение хиваджры обучил медитации неподвижной точки тип дран пасик по один тинг эндже дзин сай стал медитировать во время церемоний на троне льва в окружении семьи и министров не обращая внимание на шум музыку он занимался медитацией даже ночью хотя за свою привязанность к чувственным удовольствием и был прозван любителем игр ли лапа продолжая следовать наставлениям он полностью сосредотачивался на персне который носил на правой руке потом он осуществлял визуализации юхи ваджры он соединил стадию развития и стадию завершения и совершенное всеведение возникло само собой он достиг ситхи махамудры и многих удивительных способностей и так если вы соберете вместе эти три условия наставление учителя ваши собственные усилия и необходимую прошлую карму вы можете освободиться даже не отказываясь от того что дает вам мир с или лапа оказал помощь бесчисленному количеству живых существ прежде чем сам ушел в ясный свет виру по виру породился на востоке в трипуре в столице царства деваполы в южной индии существовал вихара буддийский центр самопури город луны круг дхармы в несколько тысяч человек настоящий океан просветления там виру по попросил посвящение за 12 лет он дважды повторил мантру во джаварахи миллион раз но не сном не духом не увидел ни следа ситхи придя в отчаяние он разорвал свои четки и выбросил их в отхожее место вечером без четок он оказался на обязательной молитве неожиданно появилась даки не она вернула ему четки со словами ободрения дорогой ученик не теряй надежды на мое благословение делай практику которая исключает все знаки и концепции самое естественное каждый раз здесь состояние ума и есть сущность во джаварахи это так применительно к тебе так применительно к другому а ты неопытен как ребенок нашом желанная драгоценность не освежается от порождения мнений знать ядро практики всегда достаточно после этого случая виру по практиковал 12 лет и обрел ситхи однажды служка купил вина и мясо и принес ему после этого виру по стал ловить голубей и есть когда голубей не стало монахи заинтересовались кто среди нас поедает голубей монах не может заниматься этим монахи осмотрели кель и и в том числе келью вируп и заглянув в окно они как раз застали его за вином и голубиным мясом на ближайшем же собрании было решено изгнать вирупу из вихары в день изгнания он поднес образу будды свое монашеское одеяние и чашу для подаяния сделал поклоны и вышел один из последних монахов на дороге спросил его куда ты пойдешь теперь вирупа ответил вы изгнали меня к чему это любопытство недалеко от вихары было большое озеро вирупа сорвал цветок лотоса и поднес его буди потом на краю озера он встал на лист лотоса и побрел по воде на другой берег те кто был в самопуре исполнились раскаяния и сожаления они поклонились вирупе и схватив его колени обратились к нему зачем же вы убивали птиц я никого не убивал ответил вирупа и попросил служку принести останки когда мастер щелкнул пальцами перья превратились в голубей еще более гладких и упитанных и все вокруг были этому свидетелями с тех пор вирупа оставил общину и стал вести жизнь странствующего йогина когда вирупа пришел на берега ганга он попросил еды и питья у местной богини но она ничего ему не дала тогда рассерженный мастер раздвинул воды перешел на другой берег в коносате вирупа купил в харчевне вина девушка подала ему вино и рисовые лепешки которые ему очень понравились он оставался за столом два дня и солнце не двигалась а тамошний царь озадаченный потребовал узнать кто сотворил это чудо богини солнце явилась царю во сне и сказала странствующий йогин оставил меня в заклад девушки из харчевне через некоторое время когда царь его свита заплатили за вину расход которого уже достиг колоссальных размеров вирупа исчез после этого он направился в страну индра где жили идолопоклонники там был например 40 метровый образ шивы в виде великого владыки махешвары вирпе предложили поклониться ему но он ответил старший брат не обязан кланяться младшему царь и его приближенные закричали что убьют вирупу если он тут же не сделает поклонов я не могу это будет большой грех сказал вирупа пусть твой грех падет на меня рассмеялся царь когда мастер сложил руки и сделал простирание огромная статуя раскололась пополам и раздался голос я подчиняюсь тебе после клятвы колосс вновь стал целым как и был местные жители посвятили вирупе все дары принесенные статуи шивы и обратились в буддизм говорят часть из этих даров сохранилась после этого мастер отправился на восток индии в девикоту где почти все население к тому времени стало ведьмами они зачаровывали любого кто решался остановиться у них прибыв туда мастер сразу нашел где ему поесть но обойдя весь город не смог отыскать ночлега единственный буддист которого он встретил молодой брахман рассказал ему что в стране совсем не осталось людей поскольку все стали ведьмами и это приносит неисчислимый вред они прошли в заброшенный храм где мастер мог остановиться здесь он дал юноше посвящение и научил его мантрам тем временем ведь мы собирались и говорили друг другу должна быть принесена жертва и уже есть все сорта мясо кроме человеческого потом кто-то крикнул я кажется знаю где найти двоих приведи их заволновались и завопили все но когда ведьма попыталась сделать это она была остановлена юношей брахманом она пробовала снова и снова но безуспешно позже они заметили вирупу на стволе поваленного дерева схватив мастера вместе с деревом они хотели сварить его в вине но он выпил все что у них было тогда пытаясь убить его они спустили пронзительный шипящий крик но вирупу рассмеялся в ответ 12 взрывами ужасающего хохота и все ведьмы упали замертво от страха вирупу обязал ведьм дать обед что отныне они примут прибежище в буди и не будут вредить другим буддистам они не должны наносить вред ни одному живому существу разве что иногда отпить немного крови у тех кто живет без прибежища или не следует пути просветления если же они нарушат обед им отрежут головы циркулярным диском и северный якша выпьет их кровь даже сейчас очертания диска и якши иногда видны в небе в тех местах позже мастер включил связанных обетом ведьм в число защитников тхармы и снова виру повернулся в девикоту шива и богини ума создали для него на дороге призрачный город с населением четыреста пятьдесят тысяч а боги 33 небес и всех божеских миров подносили ему дары он же прочел им такие стихи в самопуре еще безусом монахом я смиренно следовал уставу винаи и карма привела меня к полному посвящению в учение двенадцать лет я медитировал с концепциями и ничего не произошло даже во сне вымотавшись и все прокляв я выбросил свои четки и тогда даки не пришла мне на помощь благодаря ей я вернулся без силы и правильно понял что такое сансара я стал практиковать не порождая концепций хотя монахи и считали что нельзя вести себя так как я и чтобы развить их заблуждение я прошел по воде и не утонул я повернул ганг и чтобы стало еще веселее оставил трактирщику в залог солнца я расколол и дала на глазах уверивших в него а в деве котё взял под контроль народ потерявшие остатки ома когда мою энергию увидел шива он построил город в мою честь в конечном итоге если бы я не делал всего этого зачем бы люди стали следовать даже внешней дхарме с этими словами вирупа ушел в ясный свет дамбипа в стране магатха жил человек царского рода достигший ситхи хиваджры посвящение ему дал учитель вирупа и получив наставление он теперь осуществлял их на практике он относился к своим поданным как отец к единственному сыну но никто не догадывался что он вошел в ворота дхармы он был доброжелателен до глубины души и люди говорили этот правитель действительно очень праведный человек однажды царь сказал министром в нашей стране люди мучаются воры и грабители разрушают собственность доходы низкие растет число бедных и нуждающихся чтобы спастись от нищеты и страха повесим на суку большой колокол пусть каждый ставший свидетелем преступления или несчастье подойдет и ударит в него так и было сделано спустя некоторое время группа певцов и танцовщиков из низкой касты пришла в столицу показать свое искусство при дворе очень красивая девушка дочь одного из певцов сопровождала трупу ее лицо было действительно миловидно а фигура совершенно она выглядела невинным ребенком обладая при этом всеми чертами под мани благородной девушки и царь спросил певца не отдаст ли тот ему свою дочь ваше величество владыка магатхи страны в 800 тысяч городов ответил отец с рождения вы свободны от забот о хлебе мы же низшей касты все избегают и порочат нас такая просьба будет недостойна вашего рода царь повторил свое предложение но уже более настойчиво наконец девушка перешла к нему а он заплатил отцу сумму достойную такого сокровища 12 лет никто не знал что девушка стала тантрическим партнером царя но в конце концов тайна раскрылась наш царь вступил в связь с низкородной женщиной заговорили в моготке тогда он отрекся от престола в пользу сына а сам с женой удалился в джунгли еще двенадцать лет они провели там практикуя тантру мало-помалу счастье отвернулась от магатхи и наследник оказался не в состоянии управлять страной после долгих совещаний было решено передать власть предыдущему царю специальное посольство отправилась в джунгли они застали царя сидящим в медитации прямо на земле под деревом женщина в это время пошла за водой было отчетливо видно как она скользит по глади озера стоя на листе лотоса и не тонет посланные были так поражены что не стали беспокоить их и вернулись рассказать об увиденном жители магатхи твердо решили послать йогу приглашение вновь зайти на престол царь и его подруга появились в городе верхом на молодых тиграх вместо кнута держа в руках ядовитых змей изумленные горожане вышли к ним навстречу и сказали если вы станете править нами поистине все будет благополучно не вернетесь ли вы на ваш трон я низкой кастой как я могу сделать это спросил царь хорошая или плохая каста это ведь важно для вас сейчас только после смерти это становится безразлично сожгите нас и когда мы вновь родимся из огня я сделаю как вы просите и горожане сожгли царя и женщину на огне сандалового дерева и огонь этот горел семь дней иногда людям удавалось угадать в пламени очертания пары превратившийся в хиваджу и его подругу в сияющих как роса самовозникших телах увидев это люди уверовали в учение тантры а царь стал известен как мастер дамбипа выходец из низкой касты дамби дамбипа объявил своим министром и поданным если вы сможете жить как я то я согласен управлять вами если же нет я не буду царем все вокруг удивились и сказали как же мы можем быть такими как вы тогда царь произнес в этих владениях мало истины и счастье и много дурного я буду править в области дхармы и он ушел в ясный свет на благо всех живых существ шаварипа на горе векрама в горах мандажил охотник по имени шаварипа причинявший много вреда живым существам тем что убивал животных и ела их мясо таким способом он поддерживал свое существование а волоките швара обратил внимание на охотника и исполнился сострадание приняв схожий облик он пришел к шаварипе кто ты спросил охотник я шавари как и ты ответила волоките швара откуда ты издалека был ответ но у тебя только одна стрела сколько оленей ты собираешься убить одной стрелой я могу убить 300 ну покажи как ты охотишься воскликнул шаварипа на следующий день воплощенный бодхисаттва привел шаварипу на большой лук и показал ему стадо из 500 оленей шаварипа не знал что это иллюзия и спросил ну сколько из них ты убьешь своей стрелой думаю всех пожалей оленей рассмеялся шаварипа убей только сотню тогда бодхисаттва выпустил стрелу и убил сотню оленей после этого он предложил шаварипе взять с собой хотя бы одну тушу шаварипа не смог поднять ее гордость охотника была сломлена когда они вернулись в хижину шаварипа стал просить бодхисаттву научить его также владеть одной стрелой бодхисаттва ответил за это ты должен отказаться от мяса на один месяц шаварипа согласился а на деле получилось так что он навсегда прекратил преследовать и убивать живых существ воплощенный бодхисаттва вернулся через семь дней и спросил чем выпитались это время мы с женой ели фрукты ответил шаварипа тогда бодхисаттва предложил им делать медитацию сострадания ко всем живым существам через месяц он вернулся снова шаварипа сказал ваша дхарма учит как упустить оленя бодхисаттва молча разложил цветы и сделал мандалу потом он обучил шаварипу и его жену смотреть в нее и попросил рассказать что они видят они заглянули в мандалу и увидели восемь огромных областей яда и самих себя гибнущих там у них перехватило дыхание они вздрагивали и не знали что сказать воплощенный бодхисаттва вновь спросил что же они увидели наконец шаварипа сказал я видел людей точь-в-точь таких как мы сгорающих в аду вам страшно переродиться там нам действительно страшно может быть у нас есть хоть какая-то возможность спастись если есть способ вы будете делать то что требуется мы будем стараться изо всех сил тогда бодхисаттва обучил шаварипу и его жену дхарме отнятие жизни создает разные кармы сказал он поэтому вы можете переродиться в аду то как вы действовали убивая остается с вами и создает предрасположенность к дальнейшему отнятию жизни те же причины укорачивают вашу жизнь а внешне делают вас очень непривлекательными но воздерживаясь от убиение вы вполне можете достичь просветления если у вас нет страсти к убийству ваша жизнь будет долгое внешне все это отразится в том что вы родитесь лично очень привлекательными он показал им результаты 10 вредных действий и плоды 10 достоинств теперь шаварипа исполнился отвращение к сансаре и достиг непоколебимой веры в учение будды а волоките швара дал ему дальнейшие инструкции и вернулся в города данте практикуя в медитации великое сострадание вне образов и концепций шаварипа за двенадцать лет обрел ситхи махамудры через состояние великого сострадания он предстал перед а волоките шварой будучи высокого мнения о нем бодхисаттва сказал а благородно рожденный нирвана как лента с одной стороной как вспышка огня в траве она несовершенна ты должен остаться в мире и стать благом для бесчисленных живых существ так шавари повернулся на родину его называли шри шавари поскольку он носил павлиньи перья его звали также учитель с крылом павлина и еще горный отшельник потому что он всегда жил в горах под этими тремя именами он был известен тех кому повезло стать его учениками он учил с помощью поэзии символов теперь он находится на материке джимбудвипа и будет пребывать там до прихода будущего будды май трёй сараха сараха сын дакими родился в семье брахмана в городе роли в раджни на востоке индии получив классическое образование он обратился к учению будды и прослушав многих учителей пришел к тантре днем он практиковал индуизм по ночам занимался буддизмом еще он пил когда брахмана узнали об этом они отправились к царю рот напали и сказали ему ты царь здесь разве пристала тебе поощрять религию со столь дурной репутацией как буддизм и к тому же пусть лучник сараха даже занимает высокое положение все равно он запятнал себя пьянством и должен быть изгнан царь совсем не хотел изгонять человека под управлением которого находились 50 тысяч мелких хозяйств он направился к сарахи и сказал ему ты брахман тебе вовсе не пристало пить вино я и не пью ответил сараха собери сюда всех этих брахманов и я поклянусь тебе когда все собрались сараха сказал если я пил пусть моя рука сгорит если же нет пусть она останется целой он положил руку в кипящее масло и она не сгорела видите он не пьет сказал царь пьет пьет настаивали брахманы сараха повторил клятву и выпил расплавленную медь нет он пьяница твердили брахманы тогда сараха сказал давайте так кто пойдет по воде и утонет тот пьет а кто не утонет тот не пьет и они с еще одним брахманом вошли в воду этот начал тонуть а сараха нет и все согласились что сараха трезвенник потом сараху стали взвешивать кто тяжелый тот не пьет сказал он брахманы положили на весы три стальные гири в вес человека каждая и все равно сараха перевесил он был тяжелее даже 6 гирь наконец царь сказал если даже кто-либо пьет и обладает такой энергией пусть пьет царь и брахманы поклонились сарахи и попросили у него наставления сараха согласился и пропел три цикла песен доха после этого брахманы отказались от своих взглядов и стали буддистами от цари окружавшие его обрели ситхи позже сараха женился на 15-летней служанке и бросив свое имущество отправился странствовать он остановился в малолюдном месте и практиковал дхарму а его девушка ходила по округе прося подаяния однажды он попросил приготовить ему что-нибудь из редиса жена полила редис сметаны и подала ему но он сидел в медитации и она не стала его беспокоить сараха пробыл в медитации 12 лет наконец очнувшись он спросил а где же редиска девушка сказала как я могла сохранить ее сейчас весна овощи еще не выросли сараха помолчав сказал я отправляюсь в горы одинокое тело не дает уединения ответила девушка лучшее уединение в уме когда он далек от идеи концепций ты медитировал 12 лет и мысль о редиске оставалась в тебе что хорошего ты найдешь в своих горах это правда подумал сараха с этого времени он старался растворить концепции и привычные мысли в естественном свете ума обратившись к опыту прямого освоения природы ума сараха обрел ситхи махамудры и оправдал надежды всех живых существ он и его подруга вместе ушли в ясный свет конкари по жил в магхагуре человек низкой касты по имени конкари по он счастливо женился на женщине из своего круга наслаждаясь семейной жизнью конкари подумал только о повседневных нуждах и ни на минуту не обращал ум в сторону освобождения его жена умерла конкари по отнес тело на кладбище но не мог оставить его там сидя рядом он плакал ягин наделенный даром глубокого понимания подошел к нему и спросил кто он и что он делает на кладбище неужели ты не видишь услышал он в ответ я как слепой у которого вырвали глаза все пропало мне так плохо без жены хуже всех всех на свете ягин сказал конец рождения смерть конец соединения расставания все что соединилось разъединяется потом каждый в сансаре страдает поэтому не плачь над миром причинившим тебе боль что ты сделаешь охраняет тело она уже глина грязь земля она не с тобой ты можешь остановить страдания но только придя к дхарме неужели что-то может избавить от всего этого от мира рождения смерти спросил конкари по ягин ответил у меня есть способы которые дал мне учитель они ведут к освобождению тогда я прошу передать их мне ягин провел медитацию посвящение и дал наставление о сущности ухода от я конкари по спросил что мне делать дальше ясно представь себе жену как помнишь ее ответил ягин потом медитирую на эту форму виде ее уже как лишенную я как истинную природу пустоту и радость и ягин оставил его медитировать после шести лет практики конкари по полностью превратил то что он знал о своей жене в переживание пустоты и блаженство он очистил все затемнявшая его истинную природу и достиг огромного счастья он чувствовал что очнулся от тяжелого сна и позже размыв все заблуждения обрел ситхи конкари по стал знаменитым йогином и преподав тхарму многим своим соотечественникам ушел в ясный свет мина по рыбаками на по жившего в северной индии учил махадева мина по рыбачил в океане и та в комарупе и продавал улов на базаре однажды огромная рыба попала на крючок и утащила его в воду рассвернувшись она проглотила рыбака но он не умер такая у него была карма в это время богини ума спрашивала махадеву от харме моя дхарма секретное учение его нельзя открывать не своим ответил махадева давай закроемся на дне океана чтобы никто не слышал о чем мы говорим и вот рыба проглотившая минапу случайно проплывала под домом на дне океана к тому времени богини ома уже уснула от объяснений махадева и когда он спросил ее понимаешь мина по ответил изнутри рыбы понимаю так ему удалось услышать тхарму когда все было рассказано богини проснувшись попросила продолжать наставление я уже все рассказал удивился махадева но я то слышала только первую половину потом уснула а кто же говорил понятно это не я я спала махадева посмотрел вокруг и увидел что рыбак внутри рыбы слышал учения так как он уже стал как бы учеником махадевы тот решил дать ему посвящение получив наставление минапа медитировал в желудке рыбы 12 лет потом рыбу выловили она была такая тяжелая что рыбаки решили что внутри нее драгоценности когда ее вскрыли оттуда вышел минапа и рассказал свою историю все пришли в восхищение когда прикинули сколько времени и в каких условиях он работал с умом став известным йоги нам мина полетал не останавливаясь по всей стране и казалось даже не касался земли однажды когда он танцевал на камне его ноги прошли сквозь гранит как сквозь жидкую грязь он пел при этом теперь свободный от прошлой кармы я полон радости это радость дхармы это и есть путь наилучших способностей о драгоценное чудо мой ум так он пел в течение 500 лет радости всех живых существ он сохранил имя минапа другое имя было ваджрапада а третье о чем-то не заключенные в мысли он овладел сначала магическими способностями но не останавливаясь двигался путем дхармы минапа в своем теле ушел в ясный свет гаракша в восточной индии правил некогда царь девапола у него был единственный сын принцу исполнилось 12 лет когда его мать тяжело заболела перед смертью она сказала и счастье и беды живых существ происходит из благих и дурных поступков даже если тебе покажется что ты теряешь жизнь не делай ничего вредного или бесплодного когда она умерла поданные советовали царю жениться вторично и вскоре он посватался к царице соседнего государства они поженились новая жена отца увидела молодого принца сильно заинтересовалась им и некоторое время спустя сама написала ему любовное письмо но принц ответил отказом он смеется надо мной подумала царица в ярости она приказала своим приближенным убить принца но они не решились этого сделать тогда она расцарапала себе тело до крови и дождалась в постели прихода царя деваполы что с тобой случилось спросил он твой благородный сын надругался надо мной и бросил меня здесь если это правда он будет казнен воскликнул царь в гневе и приказал палачам а тащить сына в лес и отрубить ему руки и ноги палачи задумались юноша скорее всего невиновен к тому же он царской крови мы можем спасти его убив взамен одного из наших детей но принц отказался говоря это неправильно убивайте меня мать сказала мне перед смертью не делай ничего дурного даже чтобы спасти себя так что исполните приказ отца тогда палачи прислонили его к стволу дерево отрезали ему руки и ноги и ушли в царстве деваполы жил в это время великий один очин то он дал принцу посвящение и получение затем он пришел к пастухам жившим примерно в километре от места казни и сказал недалеко от вас мучается человек у него отрезаны руки и ноги и вокруг него собираются хищники кто-нибудь из вас хочет пойти к нему маленький мальчик сын продавца благовоний сказал я пойду но ты постереги стада и он пошел в лес ориентируясь по стервят ником которые собирались над деревьями вернувшись он подтвердил то что говорил ягин у тебя есть что-нибудь с ясное спросила чем-то да ответил мальчик я живу у начальника пастухов он кормит меня я могу половину отдавать тому человеку хорошо сказал ягин ухаживай за ним его зовут чауранги мальчик построил шалаш вокруг дерева кормил принца и руками убирал его нечистоты так он помогал калеке 12 лет однажды он застал принца на ногах удивленный он бросился его расспрашивать и принц сказал великий гуру своими мощными методами привел меня к пониманию пустоты как прекрасно осознать истину всего сущего и оказаться вне удовольствия и страдания все теперь приходит в согласие с истинной реальностью и даже когда-то потерянное возвращается потом он поднялся в воздух и предложил пастуху учиться у него но тот сказал я сейчас не хочу наставлений у меня есть учитель который велел мне заботиться о тебе и я только следовал его словам и юноша пастух отправился к своему стаду когда ягина чин то вернулся и узнал о случившемся он очень обрадовался в тот же день он дал юноше посвящение и инструкции и отправился дальше пастух медитировал и обрел ситхи махамудры когда это произошло гуру вернулся и сказал не уходи из мира пока не пробудишь к просветлению десять тысяч живых существ с тех пор юноша давал посвящение каждому приходящему к нему однажды махадева выругал его от говоря не давай посвящение любому не пристало учить лентяев и циников бери только тех кто ведет себя как следует пастух подумал и согласился с махадевой не прекращая пасти скот он стал учителем известным под именем гаракша даже сейчас если у вас хорошая карма вы можете получить у него посвящение и тогда в определенные дни вам будут слышны звуки его молитвенного барабана которые не слышны другим чуранги вот история о том как чуранги получил свое имя грабитель из банды как вы уже знаете принц лишившись ног и рук оставался лежать под деревом а чин то дал ему посвящение научил техники дыхания и сказал когда ты достигнешь ситки твое тело станет таким как прежде и чуранги начал медитировать спустя 12 лет через лес проезжал караван купцов груженный золотом серебром и разными драгоценностями а место это издавна славилась ворами и бандитами наступила ночь и принцу своего дерева услышал звук шагов кто здесь спросил он мы перевозим уголь ответили купцы решившие что перед ними грабитель я вижу кивнул принц когда купцы прибыли в город они увидели к своему ужасу что весь их груз превратился в уголь они не могли ничего понять наконец самый чуткий из них сказал помните как мы ехали ночью и кто-то спросил кто вы это видимо был непростой человек если то что он говорит сбывается давайте вернемся туда и проверим купцы вернулись в лес и увидев под деревом человека лишенного рук и ног объяснили что с ними случилось они хором просили его отменить сказанное принц ответил конечно это не то что я имел в виду не не беспокойтесь ваши драгоценности будут в порядке приехав из леса купцы увидели все свои товары на месте пораженные они вернулись к принцу с подарками он же рассказал им о своем учителе и произнес теперь мое тело возвращается в прежнее состояние так и случилось достигнув ситки принц совершил много чудес но понимая что его учение слишком мощные эффективны чтобы передавать их людям он давал и к своему дереву говорят дерево стало бессмертным такова история бессмертного чауранги вина по вина по тот кто играет на вине пришел из страны к хахури он происходил из царской семьи учился у будхапа и достиг ситки хиваджры вина по был единственным сыном царя и народ и родители обожали его у него было девять воспитателей но больше всего он любил проводить время с музыкантами когда он играл на вине все вокруг переставало существовать для него родители принца и все вокруг говорили он единственный наследник и до сих пор не интересуется делами государства он поглощен музыкой что же будет в это время будхапа йогин далеко ушедший путем будды посетил молодого принца и произвел на него огромное впечатление принц оказал ему почести и благоговейно разговаривал с ним во время беседы йогин спросил не хочет ли принц практиковать тхарму тот ответил а учитель я не могу расстаться с инструментом если есть способ медитировать не оставляя игры на вине я согласен учитель дал ему посвящение сводящие вместе все что еще не сошлось и сказал не проводи различий между тем как ты производишь звук и тем как слышишь его на самом деле это один и тот же опыт медитируй на это единство принц медитировал 9 лет и полностью очистил свой ум в опыте подобном огню светильника он обрел ситхи махамудры и развил в себе способность безграничного понимания став известен как йогин вина по он учил собирающихся для этого жителей городов гхахури тысячам доктрин будды он оставил описание своего пути и в теле чела и в этом самом теле ушел в ясный свет шантипа в то время когда города магатхи находились под властью царя деваполы в викромашили был знаменитый монах и учитель брахманрат на карашанте мастер пяти доктрин он обладал огромным даром учить тхарме и слава его росла сердце лона кабина накопив множество достойных деяний пожелал чтобы тхарма распространилась в его владениях прежде мало кто на c л а не знал об учениях будды кабина послал мастеру шантипе приглашение посетить его страну прибыв в викромашилу посол распростерся перед шантипой и поднес ему золото серебро шелк и жемчуг говоря мы живем на самой окраине мира омраченные неведением сгорающие в огне своих страстей и стрелы нашего же гнева поражают нас наше знание в беспорядке не отделено от ошибок и плодов невежества путь освобождения великий путь махаяны скрыт от нас если у вас достаточно сострадания вы могли бы подумать о том чтобы прибыть в страну синхала я прошу вас об этом во имя благо всех живых существ обдумав просьбу кабины мастер объявил о своем отъезде вскоре он отправился сопровождаемый двумя тысячами последователей и караваном лошадей и слонов везущих библиотеку они проехали через наланду адан тапури раджа греху бадхга и оказались на берегу океана синхала послав цейлонцы вперед мастер и его спутники погрузились на корабли от были когда посол прибыл на цейлон и объявил что шанти поедет царь кабины и его приближенные были рады как достигшие первые ступени бодхисаттв неделю спустя показались слоны и балдахины и цейлонцы вне себя от счастья покрыли коврами дорогу от океана до столицы чтобы достойно встретить мастера учителя засыпали цветами и окуривали благовониями в его честь развивались флаги давались представления и музыка звучала не переставая три года со своего высокого места без отдыха и перерыва шанти поучил многим доктринам передавая и комментирует харму затем он начал готовиться к возвращению в центральную индию кабины и его поданные приготовили слонов лошадей и неизмеримое количество золота серебра и драгоценностей и мастер со спутниками отправился в далекий обратный путь в викромашилу тем временем в индии царь романа полака ища себе супругу построил огромный храм махешвары великого бога шивы город где это произошло стал называемым пацаромешвара мастер знал об этом и велел спутником запастись провизией на неделю так как в течение семи дней пути до этого города им предстояло не встретить в округе ни одной живой души четыре дня они ехали по пустым дорогам а потом встретили везучего тахчепу который тогда же получил посвящение наконец они прибыли в викромашилу мастер сильно постарел у него ослабело зрение тело отказывалось служить ему он не принимал твердой пищи ученики кормили его йогуртом и сахаром ему было уже сто лет тахчепа 12 лет медитировал вне концепции образов в то время как шантипа думал и действовал в мире учений и связей за эти годы тахчепа достиг совершенной природы дхармы поэтому в то время как шантипа стал нуждаться в уходе боги и даки не воздали должное тахчепе пролили на его голову благовония и поклонились ему как воплощенному в аджрасатве благодаря его энергии даже то неизменное что составляет сокровище богов начала возрастать тахчепа же говорил не придя к своему учителю я одолел только горы внешних обстоятельств но получив наставление гуру я покорил вершину ума и достиг ситхи не первый раз эндра и боги тридцати трех небес приглашали тахчепу к себе но он отказывался говоря я обязан еще поклониться учителю который был ко мне доброжелательнее чем сам будда и вот в своем чистом теле он прибыл в викромашилу за одно мгновение покрыв расстояние в шесть месяцев пути еще не успев стать видимым тахчепа распростерся перед учителем потом он вернул себе физическое тело и сделал бесчисленные поклоны когда он приложил свой лоб к ноге мастера шанти по спросил его кто ты ваш ученик но у меня были сотни учеников я не могу узнать тебя я тахчепа в эту секунду оба мастера узнали друг друга обрадовавшись они сели беседовать какие же способности и качества ты приобрел за это время спросил учитель по вашим наставлениям в махамудре я обрел высшее из тел дхармы шанти поулыбнулся хотя я много писал и разговаривал я не практиковал долго и не встретился с прямым значением махамудры а ты целиком ушел в практику я вот забыл что ты у меня учился и хочу теперь поучиться у тебя что же ты выудил оттуда так с глазу на глаз тахчепа открыл своему учителю многие качества тела дхармы и учитель рот на карашаньте ведомый прекрасными наставлениями тахчепы за 12 лет обрел ситхи махамудры оправдав надежды всех живых существ он ушел в ясный свет тантипа в городе сан тханагара жил ткач у него было множество детей своим мастерством он нажил огромное богатство и женил сыновей на девушках из хорошей семьи он продолжал жить вместе с ними и вся семья процветала жена ткача умерла когда ему было восемьдесят девять и он уже постарел стал немощным и дряхлом невестки принимали отца но каждый кто видел его смеялся и передразнивал его старческие манеры и причуды чувствуя что присутствие старика за столом начало отпугивать людей от дома дочери затаили зло давайте построим в саду соломенную хижину и будем кормить его там решили они так и сделали случилось так что гуру джаланд харапа оказавшись в городе зашел в дом к старшему сыну ткача прося подаяния тот пригласил его к обеду и потом предложил остаться в доме на несколько дней я не сплю рядом с людьми ответил учитель но вы можете спать в саду предложили хозяева они провели йогина в сад и оставили ему лампу старый ткач услышал звук шагов и удивленный спросил кто это там шумит я гость этого дома человек тхармы а я хозяин этого дома затряс головой ткач я был моложе и все это было мое и дом и начинка а теперь мои сыновья и невестки высмеивают меня и засунули в эту дыру все вещи в мире непостоянны вот убедись все собранные вещи один обман сказал джаланд харапа и все в мире болезненно у существующего внутри нет ничего счастье в нирване хочешь учение которое защитит от смерти хочу джаланд харапа дал ткачу посвящение в мандалу хиваджры и другие секретные посвящение и предложил прямо сразу начать медитировать потом гуру ушел куда-то скач запомнил наставление но не сказал ничего своим домочадцам он практиковал 12 лет и приобрел много способностей в которых люди не очень разбираются однажды старший сын закончив удачный заказ устроил праздник суете конечно забыли принести поесть старику невестка вспомнила об этом уже ночью и незаметно отправилась в сад хижина ярко светилась в темноте старый ткач сидел вне в окружении 15 соблазнительных девушек и все вокруг было завалено изысканными вещами и блюдами женщина почувствовала в этом что-то не принадлежащие миру людей и поспешно вернулась в дом пойди погляди что с отцом сказала она мужу тот подумал что старик скончался и в слезах отправился в сад потом все кто подходил к хижине видели тоже что женщина и уходили пораженные возвращаясь в дом они говорили это не от человека наверное это работа демонов но на утро когда весть облетела сандханагару множество людей пришло поклониться старику он вышел к ним превратив свое тело в тело 16-летнего юноши от его фигуры исходили бесчисленные лучи света и никто не мог смотреть на него долго это тело было как отшлифованное зеркало в котором все появляется в истинной светлой природе ткач стал известен как тантипа и совершил неисчислимые деяния на благо живых существ ушедший в ясный свет в своем теле он одновременно помог перейти туда многим жителям сандханагары так благодаря вере терпению и вниманию к наставлениям старый человек оказался способен достичь ситхи махамудры в свои преклонные годы чима рипа чима рипа значит сапожник в городе вишну нагара где было 18 каст чима рипа был из касты обувщиков он чинил старые башмаки и шил новые и на это у него уходило все время однажды на улице рядом оказался ягин чима рипа немедленно бросил работу и распростерся перед ним я не могу жить в сансаре и хочу практиковать тхарму но у меня не было наставника и я до сих пор не вошел в ворота учения я умоляю вас обучить меня тхарме для получения пользы в этой жизни в следующих если ты можешь практиковать я научу тебя сапожник спросил согласится ли учитель принять пищу в доме бедняка низкой касты я вернусь к вечеру и сделаем так ответил ягин и чима рипа объявила гости своей жене и домашним когда ягин вернулся чима рипа приготовил для него подобающее место вымыл ему ноги и поднес угощение жена и дочь ухаживали за ним и умастили его маслом окончив трапезу ягин дал посвящение чем а рипе и его жене и произнес следующие инструкции пусть умозрительные искажения и предвзятые мнения будут как лоскуты кожи шиваемые шилом по учении гуру на колодке дружелюбия и сострадания простроченные нитями непривязанности к делам и предметам появится ботинок восхитительный непонятный тем кто не ушел от ложных воззрений чудесный ботинок тела дхармы видя нить неудержание вещей оставьте мысли о приятном и неприятным превратите в свой материал в кожу все оценки и мнения медитируйте прошивая свой опыт наставлениями учителя превращая его в чудесное изделие тела дхармы что я буду чувствовать делая это сначала возрастет отвращение к сансаре ответил ягин потом все элементы опыта обнаружат природу дхармы сказав это он ушел сапожник оставил свой старый дом и медитировал в уединенном месте все знаки прошли так как предсказал учитель благодаря аналогии со своим ремеслом чем ари по освоил истины о шести коренных искажениях и неведении в их основе продолжая работать с наставлениями гуру он пришел к чистому пониманию за 12 лет практики ему удалось вычерпать целый океан ошибок и заблуждений когда чем ари по расчистил завалы неведения он обрел ситхи махамудры все это время он медитировал не отличая работу от практики и не замечает день то был или ночь остальное взял на себя вишвакарман так что в вишнонагаре не знали чем занимается сапожник но однажды кто-то во внеурочный час зашел в мастерскую и увидел чем ари по за медитацией и вишвакармана за починкой обуви один за другим горожане приходили посмотреть на чем ари по пока не собрались все вместе и не попросили наставлений прежде всего чем ари по объяснил как нужно полагаться на учителя он преподал множество учений живым существам в вишнонагаре и стал известным йоги нам он сделал многое для блага живых существ и в своем теле ушел в ясный свет хатгапа хатгапа меченосец родился в магатхе он было из низкой касты учился у йоги на черпати и обрел ситхи меча одно из восьми великих искусств его отец был фермером но сам хатгапа рано бросил семейную профессию дни и ночи мысли его были направлены в сторону воровства однажды он пошел на промысел в магатху но вернулся ни с чем по дороге он проходил через кладбище где увидел черпати что ты здесь делаешь спросил хатгапа у йогина я практикую медитацию так как боюсь перерождений в сансаре ответил тот и что же хорошего в медитации занятия медитацией дают высокое перерождение сказал йогин а если бы они смогли перевести тебя в состояние конечного счастья ты стал бы практиковать как бы не хороша была дхарма мне-то нужно воровать вздохнул хатгапа где у меня состояние и досуг чтобы просиживать их на кладбище что я аристократ я бы занял у будды энергии которая в ходу когда грабишь дом или отбиваешься от сторожей йогин дал вору посвящение наставление же были таковы здесь в магатхе в городе гариса мака есть строение со внешней формой ступы внутри нее в специальном помещении стоит статуя аволакитишвары наполненные энергии до краев ходи вокруг нее три недели без малейшего перерыва даже есть ты должен на ходу затем когда увидишь что из-под ноги аволакитишвары выползла змея хватай ее за голову как хватаешь чужой кошелек тогда ты достигнешь ситхи с этими словами йогин оставил его практиковать вор принял наставление всем сердцем и старался действовать согласно с ними 21 день спустя большая черная змея вылезла из-под ноги аволакитишвары хатгапа бесстрашно схватил ее за голову и в эту самую секунду змея превратилась в меч и он уже держал его в руке это был сияющий меч знания теперь привычка к воровству улетучилась из его сознания и он обрел ситхи меча за короткое время после этого кхатгапа устранил все заблуждения ума речи тела и стал известным йогином 20 лет он был лучшим учителем в магатхе достигнув непосредственного понимания дхармы он передал его своим ученикам и в своем теле ушел в ясный свет нагарджуна нагарджуна жил в кахаре провинция конси в южной индии он был брахманом и получил ситхи от тары в то время все полторы тысячи городов кахары были разграблены брахманы собрались и решили покинуть разоренную страну мастер узнав об этом обратился к ним с посланием которым не советовал эмигрировать и говорил что и на новом месте после всех мытарств исхода они обнаружат страдания одновременно он подарил брахманом все свое имущество и состояние после этого оставив кахару он отправился в ноланду на другую сторону шитаваны чтобы стать монахом освоив пять наук нагарджуна достиг вершин знания позже не желая ограничиваться преподаванием он занялся практикой и своими глазами увидел тару он расстался с гостеприимной наландой где в то время обосновалось 100 собраний дхармы и просил милостыню в других местах вернувшись он сказал себе нет с моим складом ума я не смогу увеличить благо живых существ чтобы выработать необходимые для этого качества нагарджуна отправился в раджа греху в первый же день чтения манта двенадцать демонов из главного круга злых духов сотрясли землю на второй день они вызвали наводнение огонь вспыхнул на третий день а на четвертый начался ураган пятый день было знаменован дождем из разного оружия а шестой камнепадом на седьмой день появились демоны обоего пола разбрасывая все вокруг но и они оказались не в силах прервать медитацию нагарджуны затем женщины демоны с севера пришли к нему и сказали чем мы можем служить тебе приносите мне то что нужно для поддержания жизни мне не нужно ничего сверх ответил нагарджуна и они каждый день приносили ему 4 горсти риса и немного овощей питаясь так мастер практиковал 12 лет и все это время 108 демонов находилась в его власти а его мысли были направлены на благо живых существ потом нагарджуна отправился в горы кхат хашила собираясь обратить их в золото на пользу живым существам сначала он превратил горы в сталь затем в медь но манджу шри предупредил его что столько золота вызовет ссоры среди людей и накопится зло и нагарджуна отказался от своего плана с тех пор вершины кхат хашила светится тусклым желтоватым светом как медная лампа нагарджуна направился на юг шри порвать и по пути он встретил на берегу брахма пудры пастухов и спросил их о переправе они же показали ему дорогу через овраги на отмель с крокодилами но один из них догнав предостерег его и предложил помочь и вот пастух пошел через реку неся на плечах нагарджуну на середине реки нагарджуна заставил появится крокодилов и другие внушающие страх вещи но пастух продолжал идти говоря вы не должны пугаться я пока еще жив тогда мастер убрал все устрашающие иллюзии когда они достигли берега он сказал я ариана горджуна ты слышал обо мне я слышал то что говорят о вас ответил пастух но никогда вас не видел сейчас на реке ты спас меня что я могу для тебя сделать я бы хотел стать царем сказал пастух помедлив мастер расчистил на земле место потом побрызгал водой на дерево сало и его ствол превратился в слона на нем ты будешь ездить сказал нагарджуна пастух спросил нужна ли ему будет армия если слон затрубит появится армия так и случилось пастух стал царем салабханда его жену звали синтхи он правил знаменитым городом бхахитана налоги ему платила 800 городов со 100 тысячным населением мастер перешел на юг к шри порвать и и остался там медитировать но царь салабханда скучал по учителю он прибыл поклониться на горджуне и не отходил от него в моей империи мало толку и большие хлопоты так что я все более несчастен мне не нужно престола я хочу только сидеть перед глазами мастера не бросай его это твое царство ответил на горджуна пусть твоим мастером будут драгоценные четки управляй и я дам тебе напиток удаляющий страх смерти если так нужно чтобы я правил и получил затем напиток я буду делать это сказал расстроенный салабханда но я надеюсь что в этом нет необходимости на горджуна дал царю наставление как ему практиковать в своих владениях впоследствии салабханда освоил искусство алхимиков и оставался на престоле сто лет за это время государство расцвело и даже звери и птицы в горах жили счастливо через сто лет царь снова нашел повод поехать к нагарджуне который в это время усиленно распространял учение дело в том что злой дух сунандешвара исполнившись зависти к славе дхармы стал причиной частых неудач учителей и появление признаков раскола в санхи знаки несчастье не заставляли себя ждать солнце и луна почти утратили блеск фрукты портились внезапно дождь не появлялся по многу дней и часто нечего было есть росли эпидемии учащались войны многие деревья в лесу засохли размышляя об этом салабханда посчитал это знаками того что его учитель в беде и оставив царство своему сыну санхи кумари с небольшим числом спутников выехал к шри порвать а и вот они встретились зачем ты приехал сынок спросил мастер салабханда ответил может быть наша удача исчерпана нами и учение победителя приходит к своему концу может быть стало решающим то чего мы не знали и великое сострадание как свет луны в тучах аффектов и заблуждений подвигнется ли учитель подобный алмазу судьбе всего многосоставного я спешил чтобы знаки не обогнали меня я прошу вас из вашего сострадания не покидайте этого мира учитель сказал что-то рождается и не может не умереть все состоящее из частей разрушается после все накопленное тратится все созданное непостоянно но почему ты расстроен возьми себе эликсир и иди эликсир здесь быть рядом с вами настаивал салабханда если учитель уйдет от нас что за нужда в эликсире тем временем мастер раздавал свое имущество бог брахма возник перед ним в обличье брахмана и попросил его голову нагарджуна согласился царь салабханда не мог вынести страданий от вида смерти учителя прижавшись лбом к ноге мастера он скончался все винили в этом брахмана потом мастер отдал свою голову никто не решался отделить ее наконец он сделал это сам стеблем травы куша когда он передал голову брахману деревья засохли и заслуги людей увяли 8 якши уселись сторожить тело они сейчас там свет вошел в нога бодхи преемника мастера и проявлялся в течение месяца в году когда наступало время сказано что в будущем тело мастера оживет и он будет помогать живым существам когда придет будда мэйтрёя канхапа мастер канхапа еще известный как кришна чири жил в самопуре он вышел из касты песцов учителем его был джиландхари став монахом в одной из вихар построенных царем деваполой он практиковал 12 лет однажды земля дрогнула и он увидел множество воплощений хиваджры новоиспеченный ситха был на седьмом небе от счастья но одна из дакен сказала а благородно рожденный эти видения ничего не значит тебе нечем хвастаться ты еще не пережил истины потом канха повстал на камень и оставил на нем глубокий след он был очень горд этим забыв о словах дакене он считал что обрел все силы дхармы позже он смог подняться и не касаться земли гордость его еще возросла скоро семь зонтиков и барабанов спустились с небес сопровождать его а когда он услышал как звучат разные элементы мира он окончательно уверился что сам добрался до ситки канха посказал своим ученикам поскольку ситхи уже найдено давайте поедем на ланку в царство демонов действовать на благо живых существ и он отправился в путь окруженный тремя тысячами последователей на берегу океана канха по пошел по воде не проваливаясь не в силах сдержать ликования даже мой гуру не умеет этого думал он но чем больше росла его гордость тем меньше сил у него оставалось и он начал тонуть когда канха по понял что сейчас захлебнется он поднял глаза и увидел в небе над океаном своего учителя джиланд харри что ты здесь делаешь канха по спросил тот и куда ты направляешься канха по покраснел от стыда я хотел попасть где мы на муланке но силы которые я считал большими чем силы учителя оставили меня я тону из-за своей гордости и ослепления так не пойдет сказал учитель в салипутре живет сейчас мой ученик ткач отправляйся к нему и делай то что он скажет как только канха по решил послушаться силы вернулись к нему он уже вновь не касался земли его сопровождали зонтики и барабаны и он оставлял глубокие следы в камне окруженный тремя тысячами учеников он поехал в салипутру один мастер отправился искать ткача наконец далеко на окраине города он нашел одного который ничем не пользуясь мог соединить разорванную пряжу догадавшись что именно об этом человеке шла речь канха по сделал поклоны ты будешь делать то что я скажу спросил ткач и мастер согласился они пошли на кладбище отыскав тело ткач сказал если ты можешь есть ешь канха повынул нож и хотел отрезать кусок ешь прямо так тогда мастер превратился в волка и стал есть видишь ты не можешь есть человечину оставаясь в форме человека сказал ткач потом он сделал три дурно пахнущих шарика и предложила один канхапе ткач съел один и сразу же боги унесли один наверх и ноги унесли еще один вниз потом канхапа и ткач вернулись в город ткач купил еды и вина на пять медиков и сказал пойди собери всех кто пришел с тобой и пусть они сядут в круг мастер подумал что еды не хватит и на одного человека но все же собрал учеников благодаря энергии ткача йогина все чашки наполнились рисовой пастой и другими изысканными яствами пир продолжался семь дней и угощение не иссякала как океан затем когда канхапа с учениками поблагодарив ткача собрались уезжать ткач сказал и йоги те кто разделяет мудрости средства молокососы и быстро сдают тебе лучше оставаться здесь слушай канхапа продолжал он зонты и барабаны это самое простое ты еще не определил природу дхармы так что продолжай практику канхапе стало неприятно слушать все это и он переехал в ханда кору в ста милях от самопури недалеко от города он увидел девушку под деревом личи дай мне плод попросил он она не пошевелилась и тогда мастер посмотрев на дерево пристально заставил упасть один но девушка посмотрела по-своему и вернула плод на дерево канхапа в гневе начал бормотать мантры из всех конечностей девушки стала струиться кровь и она упала на землю все вокруг пришли в негодование говоря где же сострадание у этого буддиста настоящие йоги не убивают канхапа успокоил свой ум и сумев сосредоточиться на сострадание к девушке исправил сделанное но сам он при этом остался беззащитен и девчонки удалось заговором повредить что-то в нем он сильно за не мог и попросил дакеню бандхи достать ему травы с горы шри парвата на обратном пути бандхи встретила девчонку которая теперь превратилась в старуху и сидела плача на обочине почему ты плачешь спросила дайки не как же мне не плакать когда великий йогин канха скончался огорченная даки не выбросила лекарства и поспешила к мертвому телу разумеется канха по был жив где же трава спросил он увы трава уже исчезла позже канха по семь дней объяснял ученикам тхарму и наставление варахи с отрезанной головой потом он оставил прежнее тело исчерпанной кармы и ушел в ясный свет дакене бандхи очень рассердилась и стала искать девчонку она не нашла ее не в мире богов не в мире нагов не в мире людей посредине потому что то спряталась внутри дерева шампхила даки не нашла дерево и произнеся заклинание убила его нужно знать что гордость и зависть большие препятствия карна рипа если взять четыре способа рождения из воды из яйца из чрева и чудесным образом то рождение карна рипы было чудесным он отправился в монастырь шри на ланда где стал главой общины и имел 100 тысяч учеников он слышал наставление многих мастеров но не был удовлетворен ими поэтому узнав о великом учителя нагарджуня он поспешил на юг на берегу океана святой манджушри проявился в виде рыбака карна рипа поклонился ему и сделал подношение мандалы я спешу на юг к нагарджуне сказал он бодхисаттве пожалуйста покажи мне дорогу он здесь в лесу в самой чаще и занят алхимией ответил рыбак карна рипа вошел в лес и вскоре увидел мастера за приготовлением алхимических составов нагарджуна благосклонно принял его и дал посвящение в мандалу гу хи я самоджи карна рипа сел напротив мастера медитировать недалеко был город куда они иногда ходили просить подаяние однажды карна рипа получил сладости а нагарджуна нет эти сладости получены от похотливой женщины поэтому они вовсе не сладкие сказал нагарджуна вообще получать сладкую пищу для тебя неблагоприятно в следующий раз не клади ее на большой лист который ты используешь для собирания пищи а прими на кончик иглы затем карна рипа получил немного рисовой каши чем и насытился на следующий день женщина приготовила пирожные украсила их цукатами карна рипа принял немного на кончик иголки и поднес учителю что это спросил нагарджуна принятое на кончике иголки я сам буду ходить в город сказал после паузы нагарджуна оставайся дома карна рипа послушался но когда учитель оставил его 1 появилась богиня дерево и начала угощать его сладостями при этом она выказывала ему все знаки почтения и преданности карна рипа составил ужин для гуру и рассказал откуда получил все это мастер захотел поговорить с богиней дерево но не смог увидеть ее полностью он разглядел только очаровательную руку до плеча и сказал вы показались в полной форме моему ученику почему же вы не хотите показаться мне вы еще не преодолели некоторых комплексов ответила богиня ученик же ваш не оставил в себе заблуждение поэтому может видеть меня целиком мастер и ученик задумались пойдем пора заняться эликсиром алхимиков сказал наконец нагарджуна он дал эликсир арьи деви так теперь назывался карна рипа и также выпил немного сам карна рипа помазал составом сухое дерево и она расцвело когда мастер увидел это он улыбнулся если ты тратишь эликсир на дерево принеси-ка и мне стаканчик хорошо сказал карна рипа и помочившись в полной воды сосуд перемешал это палкой когда это превратилось в алхимическую эссенцию карна рипа зачерпнул оттуда и отнес мастеру нагарджуна вылил эликсир на сухое дерево и она расцвело так он часто определял как далеко продвинулся ученик убедившись что карна рипа реализовал истинную природу буды нагарджуна сказал тебе незачем оставаться здесь карна рипа уже приготовился уйти в ясный свет но вдруг одна из женщин следовавших за ним подошла и поклонилась ему почему ты мне кланяешься спросил карна рипа а мой учитель воскликнула на подари мне свой прекрасный глаз твои глаза моя единственная привязанность ничто так не увлекает меня мастер выбрал право и протянул ей позже он стал известен как ариадёва учитель с единственным глазом ариадёва карна рипа точно следовал наставлениям нагарджуны он преодолел все препятствия и полностью освободился от заблуждений он восхвалял слова учителя и сам поднимался в воздух на несколько метров учат харме многих живых существ когда он в воздухе чуть пониже своего гуру оказывал ему всяческие знаки почтения его ладони были сложены на груди а сам он был вверх ногами и этим он радовал всех живых существ когда ариадёва достиг вершины неба боги встретили его дождем цветов здесь кончается история мастера ариадевы чье второе имя было учитель карна рипа тхаганапа тхаганапа значит вечный ужец он жил на востоке индии где из-за плохой кармы попал в одну из низших каст однажды он сидел на пне соображая чтобы еще придумать мимо проходил умудренный опытом монах и он спросил что ты тут делаешь а ваше преподобие я не хочу говорить ответил тхаганапа а ну-ка не ври сказал монах соврешь натворишь плохой кармы и переродишься в аду подсядешь на ложь как на наркотик и не найдется дураков тебе верить потом у тебя начнет вонять изо рта и будешь нести одну чепуху но главный результат дожидается в следующей жизни когда твой язык будет подобен плугу в каменистом поле производящему чахлые плоды конечно тхаганапа не представлял себе что столько всего может выйти из его вранья послушав монаха он испугался и сказал а ваше преподобие меня зовут тхаганапа и я всегда вру я еще не сказал правды и на сотую долю волоса что мне делать с тем что я вру и вру медитировать будешь спросил монах а если бы ваше преподобие согласилась научить меня но раз уж я всю жизнь немножко привирал я наверное не смогу говорить много правды сразу успокойся есть методы где не обязательно это бросать сказал монах примирительно и просиявший тхаганапа устроился слушать тхарму учитель дал тхаганапе посвящение подходящий к его телесному сложению уму и предрасположенностям он говорил что как водой можно вымыть воду из уха точно также можно лгать чтобы не лгать потом предложил медитировать на то что с самого начала нет ничего истинного эта медитация привела поток ума тхаганапа к полной зрелости суд же наставлений была такова все что мы знаем ложно все что переживается как шесть полей чувственного восприятия и шесть типов объектов видимое слышимое и так далее абсолютно недостоверно так медитируя на все это как на полное надувательство в этом мире где появляются вещи все существующие ложные ложно в самом деле знания и объекты знания обманывают нас шесть чувств и их объекты смеются над нами где найти правду так ты остаешься среди бедствий сансары дитя если ты не увидишь что обман есть обман ты будешь думать что это истинно и ты как колесо в воде снова и снова будешь исчезать в сансаре поэтому живо медитируй на ложность всего сущего на ложь слова и ложь физических форм поняв сказанное сосредоточься на лжи получив такие наставления тхаганапа медитировал на ложность всех данных сознания после семи лет занятий он действительно начал усматривать аспект ложности во всех появляющихся вещах и он понял что все существующие в мире ложно поэтому он перестал относиться к вещам как к реальности вновь появился учитель и сказал ему все вещи недействительны даже в смысле ложности по природе они совершенно пусты не создаются и не разрушаются медитирую на это такт хаганапа пришел к реализации он начал с мировоззрения и достиг ситхи во всех направлениях он стал известен как гуру тхаганапа многим посчастливилось учиться у него пока он в своем теле не ушел в ясный свет на ропа на ропа был из семьи виноторговцев но сам рано бросил семейную профессию солипутри в восточной индии он зарабатывал на жизнь заготовкой дров услышав однажды что в вишнонагаре живет мастер по имени тилопа на ропа сменил вязанку хвороста на шкуру оленя начал вести жизнь йогина и попривыкнув отправился на поиски своего гуру в вишнонагаре он спрашивал о телопе каждого встречного но напрасно мастер исчез оставив всех в печали и недоумение на ропа долго странствовал в тех местах пока наконец после всех поисков не встретил телопу на какой-то дороге сделав множество поклонов на ропа сказал учитель как вы себя чувствуете я не твой учитель а ты мне не ученик ответил телопа в гневе он стал бить на ропу чья вера от этого только усилилась затем собрав подаяние на ропа предложил гуру поесть тот рассердился и снова ударил его и вновь вера на ропа лишь возросла он ограничился остатками пищи и сделал простирание вечером он снова собрал подаяние и утром тоже так не впадая в отчаяние он служил учителю 12 лет хотя тот и не говорил ему ни слова только иногда ругал однажды собирая милостыню на ропа набрел на улицу где праздновали свадьбу выпившие на радостях гости дали ему гору вкусной еды и даже немного зеленой потасы а это блюдо из 84 различных продуктов и пряностей очень изысканное вернувшись он поднес его телопе тот попробовал и а чудо впервые за 12 лет удостоил на ропу словом сынок где ты взял такую прелесть скорее скорее принеси мне еще немного этого потрясающего блюда на ропа ликовал как бодхисаттва первой ступени 12 лет подумать только 12 лет я следовал за ним и ни разу он не спросил даже кто ты такой а тут сынок на седьмом небе от счастья на ропа спешил обратно на свадьбу три раза ему давали понемногу и он относил угощение гуру на четвертый он подумал что если придется худо это ничего в сравнении с тем как ему сегодня везло на пятый раз идти стало совсем неудобно но на ропа заставил себя продолжать путь было очень поздно когда он осторожно заглянул на улицу где уже закончились свадебные танцы гости уснули или разбрелись кто куда никого не было за столами и на ропа никем не замеченный сумел утащить полный котел великолепного блюда гуру был восхищен он дал на ропе посвящение со многими благословениями и в ту же ночь начал наставление в аджаварахи медитируя всего шесть месяцев на ропа обрел ситхи он стал известен со всех сторон к нему стекались люди и каждый еще за месяц пути чувствовал свет исходящий из его сердца сделав многое на благо бесчисленных живых существ на ропа ушел в ясный свет шалипа шалипа значит человек волк он был низкой касты и жил в векхасуре рядом с кладбищем где по ночам выли стаи волков дни и ночи шалипа проводил в ужасе однажды к нему постучался монах и попросил поесть накормив и напоив его шалипа рассказал о своем страхе ты боишься страдания сансары спросил монах больше ведь нечего бояться да в общем ответил шалипа но я живу в одном шаге от кладбища по ночам там собираются волки я не могу слышать их вой страх преследует меня даже днем и мне уже не помогает присутствие близких есть есть мантра против страха сказал ягин но сначала ты должен получить посвящение шалипа принес множество вещей в том числе золото и серебро в плату за инициация наставления же были таковы чтобы удалить страх слушай все звуки в мире как вой волка медитируя непрерывно на то что во и все остальные звуки не отличимы друг от друга построй шалаш прямо на кладбище и живи там шалипа последовал сказанно ему он преодолел ужас перед воем когда осознал что все звуки в мире неотделимы от пустоты освободившись от страхов он создал состояние неразрушимой радости после девятилетней медитации шалипа полностью очистил свой ум и обрел ситхи махамудры он носил на плечах шкуру мертвого волка и стал поэтому известен как ягин шалипа для тех кто был готов к этим учениям он дал множество наставлений они отделимости явлений от пустоты в своем теле шалипа ушел в ясный свет тело по в стране пхигунагара жил учитель по имени тело по он был объектом почитания царя так что мастер получал 500 монет ежедневно однажды когда тело поучил тхарме собравшихся учеников что-то произошло с ним он вдруг понял как бессмысленно его существование не расставаясь с этой мыслью вознамерился ускользнуть ученики пытались удержать его но оставшись один тело по снял одеяние монаха и надел рубище ночью он скрылся оставив краткую записку я не вернусь не ищите меня тело пообосновался на кладбище в окрестностях канчи там он медитировал спал и принимал пищу на ропа приходил к нему и приносил поесть живя так тело по полностью очистил свой ум и после десяти лет практики обрел ситхи махамудры когда тело по взошел в мир богов они встретили его цветами и богатыми приношениями мастерски овладев силами тела речи и ума он стал широко известен тело по привел к учению огромное множество людей и без устали работал на благо живых существ в своем теле он ушел в ясный свет че трапа че трапа нищий с книгой жил сан хана гаррии хотя и попрошайничал всегда ходил со словарем в руках однажды он встретил хорошего йогина который спросил что ты делаешь я прошу подать мне что-нибудь на жизнь ягин посмотрел ему в чашку и спросил тебе нужен путь в твое будущее существование что я буду с ним делать спросил че трапа ягин дал ему посвящение хиваджры и такие наставления отдай себе отчет в своих заблуждениях дни и ночи медитирую на радость посмотри на свое тело ты сам сделал с собой все это и все что еще будет зависит от твоего ума если ты будешь медитировать постоянно появятся знаки прогресса и ты обретешь состояние буд в этой самой жизни че трапа не понял этого тогда гуру продолжил объяснение заблуждение означает неведение которое источник всевозможного иллюзий но если для тебя мир явлений и есть маха мудра твои заблуждения очищены дни и ночи медитируй на радость значит что когда постоянно медитируешь на сострадание блаженство природы дхарма возникает спонтанно если при этом не трактовать прошлое и будущее действие как нечто абсолютное стиль жизни возникающий из внутренней силы будет совершенен все что еще будет означает что все счастье и несчастье возникает из твоего же ума что именно возникнет зависит от того держишься ли ты еще за свои привязанности медитировать постоянно означает что следует быть энергичным не сбиваясь исследовать свой ум делая так ты отвернешься от заблуждений и достигнешь состояния буду еще в этой жизни получив наставление четра по медитировал шесть лет и обрел ситхи махамудры прославившись как учитель четра по он в окружении 500 последователей ушел в ясный свет хадра по в манитхаре жил брахман любивший хорошее общество и развлечения однажды проводив друзей он лежал в ванне когда к нему в дом постучал ягин и попросил поесть прочь отсюда сказал брахман ты весь в грязи являясь сюда ты оскверняешь мой дом сейчас мои родственники или гости увидят нас вместе и пойдут сплетни убирайся но что грязного ты нашел во мне спросил ягин я скажу тебе закричал брахман ты не моешься ты ходишь голый ты таскаешь с собой череп ты ешь всякую дрянь и ты из презренной касты пошел вон это не грязь ответил ягин когда речь тело и ум не очищены от дурных наклонностей вот это загрязнение водой из ванны не отмоешь ум от заблуждений настоящую грязь смывают только наставление гуру потому что они изначально чисты он продолжал лучшие люди идут в махаяну куда до них к шатриям и брахманом когда тело в грязи это плохо но простым омовением не очистишь себя целиком только то что скажет настоящий учитель отмоет тебя добила иначе самая лучшая пища пресна и бесполезна любая диета брахман задумался и попросил йогина продолжать ягин ответил хорошо я дам тебе наставление если ты накормишь меня участь у тебя здесь в доме сказал брахман я навлеку на себя подозрение друзей и родственников я лучше буду приходить к тебе что ты скажешь я живу на кладбище возьми свинины и вина и приходи как брахману нельзя даже произносить слова свинины и вино не то что носить это с собой но ягин сказал сделай так если хочешь наставление хорошо ответил брахман но я не могу днем я приду ночью преодолевая отвращение брахман принес ягину свинины и вина тот съел немного и дал немного брахману потом он прямой передачей энергии посвятил брахманов тхарму а тот сделал подношение мандалы чтобы преодолеть гордость его касты ягин предложил брахману подмести дом и после этого объяснил ему что такое правильное понимание заставляя его штукатурить стены он рассказывал о правильном действии цвет штукатурки здесь обозначает медитацию говорил он а соединение всех трех стены штукатурки и акта накладывания означает результат после всего этого брахман понял что мир сплошь представляет собой проекцию иллюзий он отказался от идей касты и стал йогином через шесть лет медитации он достиг ситхи махамудры и стал известен как ягин бхадрапа он действовал на благо всех живых существ и окруженный пятьюстами учеников в этой жизни ушел в ясный свет хандипа хандипа или тхуканди переводится как тот кто свел два к одному выходец из касты дворников он был нищим в хандапуре одевался он находя лоскуты и разного тряпья и шивая их вместе и волей-неволей творил чудеса с иглой однажды ягин спросил его как он может существовать просто так в такой бедности и ничтожестве и не лучше ли практиковать дхарму но кто будет учить нищего спросил хандипа я научу тебя ответил ягин и дал ему посвящение чакрасамвары хандипа попытался медитировать но постоянно ловил себя на мыслях о шитье я не буду медитировать сегодня сказал он ягину мысли разбегаются ягин же объяснил ему как использовать неумение сосредоточиться все существующие таковость нет шитья или того что нужно шивать таковы боги и мантры и осознание этого есть тхармадхату когда нищий стал медитировать по сказанному он не только остановил мысли о шитье одежды но даже растворил богов и мантры в чистой природе тхармы он реализовал стадию развития и стадию завершения их полное слияние за 12 лет он достиг ситхи махамудры принеся много радости бесчисленным живым существам он ушел в ясный свет аджики по аджики по значит ленивец сын хуторянина из солипутры он был очень толст из четырех способов существования лежание сиденья стояние передвижения он определенно предпочитал 1 наконец со словами что с тебя проку родственники выгнали его вон из дома он пошел на кладбище и улегся там случайно проходивший ягин увидел его исполнился сострадания он достал в городе немного еды и дал юноша но тот даже не приподнялся чтобы поесть если ты не можешь даже поесть что же ты умеешь ничего за это родители меня и выгнали а не можешь ты немного подумать о дхарме раз уж у тебя есть время мог бы но кто обучит такого как я пожалуй я возьмусь за тебя сказал ягин и дал ему посвящение хиваджры потом он объяснил юноша путь наименьших усилий медитируя на верхние врата представь все три системы мира как каплю размером с горчичное зерно у тебя на носу какие знаки появятся при медитации спросила джеки по сам увидишь ответил ягин а джеки по медитировал как было сказано и растворив все системы мира в капли величиной с горчичное зернышко обрел прозрение он достиг ситхи махамудры за девять лет принеся много блага живым существам ленивец в своем теле ушел в ясный свет калапа калапа родился в раджапу учился у йогина искусного в дисциплине ума много медитируя испытывая сострадание к живым существам еще в предыдущей жизни калапа получил привлекательную внешность из-за его красоты за ним всегда увязывалась много народу в конец измученный он отправился жить на кладбище однажды ягин спросил его почему ты не уходишь с кладбища люди не могут оставить меня в покое ответил калапа и теперь кивнул ягин тебе нужна дхарма да но кто научит меня если тебе нужно учение ты его получишь сказал ягин он посвятил калапу в чакросамвару объяснив ему цели стадий развития и завершения в медитации когда калапа окончательно растворил мысли о я и другом и осуществил объединение обеих стадий его действия стали спонтанными проистекающими из внутренней энергии народ в раджапуре называл его сумасшедшим но сам он говорил так что-то здесь кажется я а что-то другим и возможно все в своем праве но будучи сверен и без оговорок эти выкрутасы вокруг буквы а исчезают как радуга в ногом небе появление пребывание где-то конец и они об этом я спятил моя энергия рождает прямоту моя установка дает непоколебимость я непрерывно медитирую на шесть собраний не успеваю заметить того что заработал затем он поднялся на два метра в воздух и делал другие не менее удивительные вещи его называли учитель калапа позже он ушел в ясный свет хамбиба в салипутре жили двое из касты мойщиков отец и сын однажды один попросил у них поесть они же не только накормили его но предложили постирать ему одежду он взял в руки кусок угля и спросил вы можете отмыть его он по природе черный сказал сын его уже не сделаешь белым да а вы моете только внешние сказал ягин и продолжал если я весь покрыт пятнами от трех ядов внутри мне не станет лучше от чистого фасада еще обычно стирают в несколько приемов у меня же есть наставление с которыми вторая стирка уже не нужна хотите я передам их вам еще бы ответили мойщики ягин дал им посвящение чакрасамвары наставление и благословение мантрами мудрыми и самадхи они медитировали 12 лет очищая свои тела с помощью мудр речь с помощью манта и ум с помощью самадхи вот смысл этих средств погруженная в кипящую воду мудры тело очищается от всех загрязнений в потоке звучащий мантры исчезают нарушения речи союз победителя и его подруги устраняет заблуждение ума мойщики тщательно делали мудры и произносили мантры медитируя на свой ум как нераздельное единство стадии развития и завершения они освободились от загрязнений ума тело и речи когда они достигли ситхи махамудры их одежда стала очищаться сама по себе и не было необходимости что-либо с ней делать постепенно это стало известно и мойщики прославились их называли тхамбипа они действовали на благо всех живых существ и сто лет спустя ушли в ясный свет канкана в вишнонагаре был некогда царь по имени канкана который привел к расцвету свое царство и был наделен всеми дарами удачи однажды его посетил ягин и сказал ваше величество ваше государство не имеет вещественности в реальности на этом месте как и везде есть только сансара бурлящий поток рождения старости и так любое царство мира оказывается обителью скорби нет конца различным видом боли и даже в мире богов существует один боль от перемены трансформации и даже величайший монарх должен готовиться к самому худшему то чего мы желали так страстно преобразуется или исчезает подобно россии ваше величество вам следует расстаться с путаницей страсти и привычек и обратиться к дхарме если в дхарме есть практики которые не требуют бросить то что любишь я согласен если нет так нет не могу же я надеть рубище или есть отбросы носить рубище и собирать подаяние самый лучший путь сказал ягин очень важно чтобы вы начали с этого нет для меня это невозможно властвовать будучи столь гордым человеком как вы означает обеспечить себе тяжелую участь однако есть методы где не нужно иметь дело с отбросами или черепом вместо чашки ваше величество продолжал ягин отбросьте вашу гордость этим браслетом на вашей руке и привязанность к нему соедините непривязанный ум с сиянием алмазов на браслете и медитируйте сияние браслета окружает и наполняет все посмотрите это радость вашего ума множество линий и граней рождает рисунки и цвет но основа их неизменно таким же образом различные проявления рождают множество воспоминаний и размышлений но свет алмаза ума при этом не изменен царь начал медитировать сосредоточившись на браслете через объект своей привязанности он работал с чистой природы ума и за шесть месяцев обрел ситхи когда приближенные заглянули в зал во время его медитации они увидели нескончаемый круг божественных существ окружавший его в ответ на просьбы и расспросы царь сказал нет власти выше чем переживание чистого ума в царстве высшего блаженства опыт сведения двух в одно высшее наслаждение если вам нужен царь это он он учил тхарме свиту и многих жителей вишнонагары и стал известен как конканапа человек с браслетом через 500 лет он в своем теле ушел в ясный свет камбала царь конкарама управлял восемью миллионами четырьмя стами тысячами городов сыновей у него было двое когда он умер на престол взошел старший сын молодой наследник правил прекрасно и поданные его процветали многие даже жили в роскоши и ели золотых тарелок принц очень скучал по матери и постоянно спрашивал где она и что с ней она оплакивает твоего отца слышал он неизменно к тому времени когда принц вновь увидел свою мать прошел год он был поражен тем что она плачет почему ты плачешь сейчас спросил он я несчастна потому что ты на этом троне и правишь царством сказала она если я оставлю все это брату и уйду в монахи будет ли это правильно да это будет правильно ответила она и он оставил царство брату принял монашество и переселился в вихору где жил в кругу трехсот монахов и вновь мать пришла к нему плача почему ты плачешь спросил он я плачу глядя на тебя ты принял монашество но ты здесь как царь затертый в толчее давки но что мне делать живи один принц ушел из вихары и стал жить отшельником прося подаяние у прохожих на дороге и снова мать пришла к нему в слезах приветствую ее сын спросил что я должен сделать теперь зачем тебе вещи монаха спросила она принц выбросил рясу и чашу и стал вести жизнь йогина он отправился странствовать и на дороге его мать которая была дакеней посвятила его в чакрасамвару и объяснила ему дхарму принц спал по кладбищем зарывшись в груды костей и практиковал 12 лет он достиг ситхи махамудры и отправился на небо его мать сопровождение других дакен пришла к нему и сказала что толку бродить по небесам если ты ничего не делаешь для блага живых существ если ты способен на это работой для них мастер отправился на запад в малапуру вуддия не город с двуместами пятью десяти тысячами жителей там в глухом углу бана вы вместе называемом карбира он жил в пещере то что открывается на пределе измерений местные ведьмы узнали об этом и царица ведьм под мадиви со своей свитой пришла помешать ему практиковать мастер надев черную шерстяную мантию отправился в город просить милостыню на дороге его встретила девочка ведьма говоря мы приготовили обед для тебя пожалуйста зайди к нам я не ем в жилищах ответил мастер и иду просить дальше он ушел доверив под мадиви и прочим свою шерстяную одежду ведьмы схватили ее говоря теперь съедим это чтобы уничтожить его силу и они съели шерстяную мантию а остатки ее сожгли когда мастер вернулся он сказал дайте-ка мне одежду которую я вам доверил ведьмы отдали ему другую похожую нет мне нужна моя сказал он они предложили ему денег но он отказался мастер отправился к местному царю и сказал если вы властвуете здесь защитите меня от разбойников каких разбойников ваши колдуны украли мою одежду сая собрал ведьм и потребовал вернуть йогину его мантию но они клялись что у них ее нет и так ничего и не отдали мастер отправился практиковать в пещеру предела измерений он поднес торму дакенем а когда ведьмы высушили источник в пещере он попросил богиню земли пропустить воду и вода вновь появилась затем мастер собрал всех ведьм на горе меру и превратил их в овец включая царицу царица потом умоляла его вернуть их к нормальной жизни но безуспешно он остриг их и когда восстановил их прежний женский облик они все были стрижены примерно тогда же боги из сферы желаний столкнули на мастера камень но он поднял указательный палец и камень полетел обратно на небо и остался там царь же спросил ведьм что с вами столько магов не могут с ним справиться тогда повинуйтесь ему но они не хотели слушать затем учитель усмирил ведьм сказав им ну что не отдать вас яме царю дхармы и смерти или вы последуете моему учению и сдержите свои обеты боясь могущества мастера местные ведьмы и маги приняли прибежище и не нарушали обетов каждый также вернул съеденный им кусочек мантии мастер собрал их вместе увидел что мантия стала только чуть-чуть короче чем было надев ее он ушел мастер был известен под именем камбала или лва по несчетные годы он работал на благо живых существ и в своем теле ушел в ясный свет тенгипа тенгипа был брахман и министр царя эндрапалы в солипутре он и сам царь исполнились отвращение к сансаре и отправились на кладбище к ягину луипе они предложили служить учителю в плату за наставление в дхарме и луипа посвятил их чакрасамвару они странствовали вместе прося подаяния в одессе они продали бывшего царя о чем рассказано в истории дарики после этого луипа и бывший министр вдвоем пришли в джентапуру город где царь был буддист они пошли к женщине торгующей вином луипа сказал торговки а почтенное не купите ли вы этого мужчину пожалуй сказала женщина оглядев брахмана сколько ты хочешь 300 золотых она заплатила и отправила брахмана в дом за такую цену пусть он спит один сказал уходя луипа и отпусти его когда он вернет тебе деньги брахман был очень счастлив продавая вино и мало-помалу стал фактическим главой всего дела но однажды после работы ему не принесли поесть настала ночь он как обычно отправился спать в сад но торговка все не слала ему обед когда она наконец вспомнила про него посланный слуга вернулся и сказал что видел как тело брахмана сияло а 500 прекрасных девушек делали ему различные подношения я совершила великий грех заставляя вас работать 12 лет сказала торговка придя в сад брахману пожалуйста останьтесь здесь чтобы я могла следующие 12 лет исправлять свою ошибку все будут почитать вас и делать вам подношения мастер не принял предложение бывший хозяй но объяснил ей окружающим тхарму и дал наставление как практиковать затем он с семью стопоследователями ушел в ясный свет поскольку он шелушил у торговки рис он стал известен под именем тингипа обычно он говорил так сначала тингипа бормотал веды потом отправился шелушить рисунок он делал все это аккуратно собирая его в горсти рукой и темный рис очищался под ударами наставлений учителя он истолок все неверные действия пестиком знания ваджры и возник в сияние луны и солнца из пустоты внутри ступки он вбил друг в друга согласия отказ и взбил все застывшие идеи звуком хонг возникло масло и великой радости и он насладился вкусом недвойственности тингипу продали торговки вином чтобы он преодолел привязанность к своей касте купив его торговка освободила брахмана от гордости и высокомерия хантся опа хантся по означает тот кому удалось удержать бога изобилия он жил в шравасти учился у кришна чири писал танки однажды пребывая на небе он увидел архата бредущего по небу тот был в монашеской одежде с посохом дорожным узлом и зонтиком архат был сияющим и величественным озадаченный хантся по спросил вешва кармана а благородный кто этот удивительный человек странствующий по небу в таком виде это святой архат устранивший все заблуждения ответил вешва карман полной решимости стать хотя бы чем-то похожим хантся повернулся в джамбу пудвипу он попросил кришна чири быть его наставником и получил у него иницияцию в мандалу гухья самаджи и наставление по четырем неизмеримостям в качестве йогической защиты взрастив в медитации плоды сострадания любви дружелюбия и равного отношения к вещам он освободился от ядов заблуждения и ложных воззрений он достиг ситхи махамудры и стал известен как йоги бхан тфёпа когда вешва карман однажды проведал его бхан тфёпа сказал видение без восприятия медитация без остановки потока делать как мать и отец и результат как небо эти четыре передо мной безразличий но что останется если мы ошибемся посмотри как нужна опора на гуру на мастера чудес 400 лет бхан тфёпа учил дхарме доставляя огромное удовольствие несчетным живым существом в шести великих царствах шравасти затем вместе с четырьмя сотнями последователей он в своем теле ушел в ясный свет танцёпа танцёпа игрок в кости был выходцем из низкой касты в каусомби растратив свое наследство он остался без гроша не в силах остановиться он продолжал выбрасывать кости хотя уже давно никто не подходил к нему поиграть и все сторонились его удрученный он наконец отправился на кладбище и остался там проходивший мимо ягин спросил что он делает здесь и танцёпа ответил я играл в кости но удача ушла от меня мои умы тела измучены и я остался здесь может быть тхарма выручит тебя я не могу оставить игру сказал тхан тхёпа но если учение не заставит меня остановиться я согласен ягин дал ему посвящение и такие наставления медитируй как опустошаются три мира также как опустошается твой кошелек когда ты играешь в кости медитируй что твой ум пуст также как пусты три мира как поймать случай в партии в кости так ты можешь схватить истинное прозрение ты должен вбросить себя в тело тхармы как выбрасываешь кости или с большим отчаянием радость придет это также верно как то что ты спишь на кладбище медитируя согласно этим наставлением танцёпа растворил все комплексы трех миров в свете тхармака и он обрел прямое понимание того что собственной природы нет ни у одной вещи обретя плод махамудры он произнес такие стихи если бы нужда и бедствия миновали меня как бы я вступил на путь освобождения если бы я не принял всем сердцем помощь учителя как бы я достиг высшего ситки говоря так он в своем теле поднялся в воздух и ушел в ясный свет кукури по однажды в капелла шакру один из брахманов обратился к алмазному пути он принял образ жизни йогина и странствовал прося подаяния на дороге в ломбине он увидел маленького щенка суку видимо умиравшую от голода исполнившись сострадания брахман решил взять ее с собой оглянувшись вокруг он спрятал собаку в небольшой пещере а сам пошел найти что-нибудь поесть тем временем ему пришла мысль остаться практиковать в этом месте за 12 лет он достиг мирских ситхи таких как ясновидение и так далее и был приглашен тридцатью тремя богами на небо он отправился оставшись без хозяина собака продолжала жить в пещере и вода и пища для нее появлялись сами по себе боги прекрасно встретили брахмана но как бы его не увлекала их гостеприимство он время от времени вспоминал о собаке которую когда-то подобрал и выходил он захотел вернуться боги пытались удержать его у себя говоря достигнув вашего уровня было бы неверно сохранять иллюзорные идеи как например мысли о собаке вам следует остаться они вновь и вновь говорили так и возвращали его с полдороги однажды он все же не стал их слушать и вернулся к пещере когда он погладил собаку она превратилась в дакеню и сказала прекрасно прекрасно сын благородного семейства ты не удовлетворился мелкими успехами теперь ты достигнешь высшего ситхи любой из прежних талантов мог обмануть но ты освободился от неверных взглядов и это удивительнее любых дарований мать удостоит тебя святых ситхи выше и чистейший из всех радостей говоря так она передала ему учение сводящие вместе мудрости метод обретя чистоту и непоколебимость ума он стал известен как учитель кукури по он действовал на благо живых существ и ушел в ясный свет в своем теле сопровождаемый множеством почитателей учеников куча по кучу под человек с опухолью на шее был искали из низкой касты и работал в поле чтобы прокормиться однажды прошлая карма привела к тому что у него на шее выросла опухоль она все увеличивалась и была очень болезненный несчастный ушел туда где никто не мог его видеть однажды через это место проходил нагарджуна куча по поклонился ему и сказал а благородный как хорошо что вы здесь я страдаю от своей кармы и с трудом переношу боль умоляю научите меня как освободиться от этого есть метод освобождения ответил нагарджуна ты будешь практиковать если да ты освободишься от боли с помощью метода перехода к высшей радости я буду практиковать изо всех сил ответил куча по нагарджуна дал ему посвящение гухья самоджи и наставление по стадиям развития и завершения он показал как использовать боль говоря медитируя на то как раздувается твоя опухоль эта стадия развития куча помедитировал как сказал мастер и опухоль еще увеличилась очень болело тебе хорошо спросил нагарджуна мне очень больно отвечал куча по нагарджуна сказал стадии завершения медитируй что все вещи в мире находится внутри твоей и опухоли куча помедитировал так некоторое время и опухоль исчезла он был на седьмом небе от счастья опять нагарджуна спросил тебе хорошо я счастлив ответил куча по и тогда учитель сказал ему воли наслаждения проистекают из существующего и несуществующего когда ты свободен от есть и нет откуда придут они ведь все вещи пусты по своей природе на себе прочувствовав это куча подостиг ситхи махамудры и свободы от застывших идей и концепций 700 лет он действовал на благо живых существ к хире он стал известен как учитель кучи по из семью стопоследователями ушел в ясный свет тхармапа тхармапа значит тот кто учась достиг мудрости в викрамасуре жил брахман который прилежно учился но не обладал способностями к медитации критическому анализу сознания однажды прохожий ягин сказал ему ты одолел столько книг сколько же тхарма у тебя в голове ягин ответил брахман я изучил много но не могу практиковать то что знаю есть ли возможность применить все это на деле ягин сказал что есть и дал ему посвящение и прямую передачу духовной энергии потом он объяснил как объединить все стороны тхармы также как крупица благородных металлов становится сплавом в руках кузнеца так все что ты изучал должно стать сплавом в твоем уме услышав этот тхармапа понял и самоучение и стоящую за ним реальность когда он осознал что его ум и есть объединенная полнота всех доктрин он достиг ситхи махамудры он стал известен под именем тхармапа поскольку объяснял путь освобождения тем кому нужно было все доказывать он в своем теле ушел в ясный свет махипа махипа задира родился в магатхе в семье низкой касты его распирала от физической силы и гордости что он может подчинить себе любого человека или даже вообще любое живое существо однажды один проходя мимо спросил его о чем он думает я ни о чем не думаю огрызнулся махипа а как насчет со всеми справлюсь махипе это понравилось и он обещал ягину богатые приношения ягин посоветовал ему справиться с гордостью и надменностью и в подкрепление своих слов дал прямую передачу энергии махипа не ожидал столь сильного действия и был покорен получив посвящение он стал слушать наставление учителя все появляется в пространстве ума но сам он пуст не создается не разрушается медитация удерживает это чувство и нет ничего чем нельзя овладеть я не понимаю ответил махипа ягин продолжал хотя ты силен нет ничего что возможно подчинить эти три явления дыхание и мудрость знай что просто небесный простор так ягин учил его противоречивыми образами в конце концов макипа оказался вступившим на путь он не мог найти ни одной хоть что-либо значащие вещи вокруг себя и поэтому перестал думать о себе как а завоевателя через пустоту безграничную как небо он обрел ситхи 300 лет махипа продавал свои особенно энергичное наставление бесчисленным живым существам в магатхе в окружении 250 учеников он в своем теле ушел в ясный свет очинтов тханарупе жил продавец дров очинта что значит тот кто оставил мысли позади он был беден и день и ночь думал как бы разбогатеть ничто кроме удачи и денег не интересовало его но все это были мечты и он не зная что делать дальше отправился поразмыслить в тихое место ягин камбала проходя мимо спросил его ты молча сидишь один в этой глуши о чем ты думаешь я в отчаянии ягин мое сердце жаждет удачи и денег я не могу думать ни о чем другом если я научу тебя как найти все это ты будешь практиковать да если узнаю как и ачинта попросил наставлений ягин посвятил его в чакросамвару и дал наставление по глубинной стадии завершения одно желание не принесет богатство не мечтай попусту это все равно что желать ребенка от бесплодной женщины тебе дано тело подобное небу представь себе что твой ум светится как звездная россыпь и ты станешь как сам бог изобилия это будет все реальнее и появится то чего ты хотел ачинта медитируя смешал свои мысли о богатстве со звездами и растворил их в пустотной природе неба так он освободился от всех концепций потом учитель пришел снова и сказал ты говоришь что никаких мыслей нет и ты действительно освобождаешься от них если твоя природа как небо откуда ты посмотришь на нее и как находясь вне цвета и формы ты найдешь вещи чтобы и желать поняв сказанное ачинта достиг ситхи махамудры он стал известным учителем и давал наставление о подлинной природе вещей 300 лет работая на благо живых существ окруженный бесчисленными учениками он в своем теле ушел в ясный свет баб хахи баб хахи значит способны извлекать молоко из воды в ханджуре жил один кшатрий который был очень привязан к чувственным удовольствием однажды к нему пришел ягин кшатрий предложил ему угощение а после беседы попросил преподать ему дхарму ягин сказал уверенность это корень всей дхармы гуру основа ситхи он дал кшатрию посвящение и наставление по управлению дыханием и потоками энергии в теле как этому учит тантра если особым образом контролировать тело семя щедро обогащенная кровью будет долго удерживаться в мандале женского лона будучи внесенным как должно она распространиться внутрь вызывая нерушимую радость радостью же преодолевая радость медитируя как она не отдельно от пустоты руководствуясь сказанным кшатри за 12 лет преодолел все препятствия и обрел ситхи он много делал на благо последователей дхармы говоря так же как король гусей из воды извлекает молоко наставление почтенного гуру извлекают из всего эликсир просветления и в один из таких моментов он ушел в ясный свет налина в салипутре жил очень бедный человек по имени налина корень лотоса он зарабатывал добычей корней лотоса со дна озера однажды встретив йогина и поговорив с ним он проникся отвращением к сансари и попросил наставлений йогин дал ему посвящение в гухия самаджу и сказал вместе блаженство на макушке твоей головы возникает чистая белая буква ханг буква ам появляется в области пупка и ханг опускается вниз в сияющем свете когда радость отсутствие радости величайшая радость и присущая радость пройдут своим чередом ты выйдешь из страданий сансары и обретешь великую радость освобождения на ли на начал медитировать также как лотос растущий в грязи поднимается оттуда чистым четыре радости медитации возникли в четырех чекрах медитируя на ли на вышел из области сансары девять лет усердных занятий ушло у него на преодоление всех заблуждений обретя ситхи махамудры на ли на 500 лет распространял дхарму на благо живых существ салипутри своем теле вместе в пятьсот пятью десятью учениками он ушел в ясный свет хусуку хусуку был к шатри но характер у него был сносный и его приняли в на ланду в это время по милости царя деваполы монастырь снабжался всем необходимым в избытке для 700 последователей круга дхармы постоянно там живших настоятель одной из четырех секций имел около трехсот учеников большинство из них прилежно учила все пять предметов исключением был пожалуй только этот монах из кшатриев оказавшийся тугодумом и ел он слишком много утром доходило до пяти чашек риса конечно случилось так что когда девапола осматривал монастырь монах попался ему на глаза а вот пхусуку бездельник сказал мельком его величество и правда ведь этот тип делал в монастыре только три вещи ел спал и слонялся общей практикой в ноланде была декламация сутр по очереди после одной из сессий настоятель сказал пхусуку когда настанет твоя очередь ты ведь не сможешь ничего сказать так что ступай-ка куда-нибудь отсюда но тот ответил я не нарушил ни одного предписания что же вы меня гоните видимо у меня нет способности вникать в эти предметы настоятель разрешил ему остаться но когда вновь приблизилась его очередь монахи сказали пхусуку что ему следует хорошо подготовиться так как в этот раз нельзя будет пропустить очередь он сказал хорошо и много монахов захотела прийти посмотреть и посмеяться над ним настоятель же сказал ты должен был готовить с утра для мастера на ланды а вместо этого опять ел и спал я буду читать ответил пхусуку позже настоятель снова сказал ему если ты не прочтешь тебя исключат я знаю ответил пхусуку но он не мог читать и настоятель из сострадания сказал ему мантру манджушри араба цана и велел повторять ее всю ночь он усадил пхусуку читать обвязав ему медитационный пояс вокруг шеи колен чтобы тот не задремал когда пхусуку забарматал мантру появился манджушри и спросил что это он делает утром мой черед читать сутры и я умоляю святого манджушри чтобы у меня получилось и ты не узнаешь меня нет я манджушри сказал пхусуку а преподобный манджушри пожалуйста больше всего на свете я хочу ситхи высшей мудрости приготовь свою сутру к утру и ты получишь знание ответил бодхисаттва и исчез на чтение сутр собралось множество монахов и просто слушателей и прибыл его величество все они говорили друг другу что пришли посмотреть на пхусуку уже были сделаны подношения церемония вот-вот должна была начаться и все присутствующие расселись по местам готовясь на хохотаться вдоволь пхусуку попросил монашеский зонтик и без всяких опасений взошел на трон вихары он сразу же заметно засветился и хотя перед ним была поставлена ширма все почувствовали это и удивились про себя должен ли я читать сутры как это делалось прежде или я должен объяснить их спросил пхусуку монахи стали переглядываться а его величество и зрители разразились хохотом царь сказал ты разработал практики как спать неслыханно долго и есть и слоняться как никто прежде преподавай теперь дхарму по-новому пхусуку начал объяснять сущность бодхичарьева тары и поднялся в воздух на два метра сначала все замерли а потом стали приветствовать его и забросали цветами до колен ты не пхусуку говорили все ты мастер сам царь и монахи назвали его шанти дева мирное божество так как он укоротил самодовольство собравшихся его попросили дать комментарий и когда он сделал это хотели выбрать настоятелем но он отказался он поднес храме все самое ценное что у него было оставил монашескую одежду и чашу и ко всеобщему удивлению ушел из вихары он отправился в город декира там он явился к царю прямо в тронный зал держа в руках позолоченный деревянный меч и сказал я твой стражник он стал одним из ближайших придворных и служил царю декира двенадцать лет получая сто золотых ежедневно однажды осенью меченосцы и стражники должны были приносить жертвы богини уме и кто-то заметил что меч у шанти девы деревянный об этом доложили царю этот потребовал показать ему клинок шанти дева сказал ваше величество я не могу этого сделать это может повредить вам нет покажи настаивал царь прикройте тогда глаза сказал шанти дева и вынул меч из ножен клинок был настолько ярок что все умоляли шанти деву спрятать его хотя глаза окружающих и были закрыты многие ослепли шанти дева помазал им веки своими слезами и зрение восстановилась после этого случая жители декира хотели поклоняться ему и умоляли остаться в их городе но он отправился дальше он ушел скалистые горы где пастухи видели его убивающим с помощью магии животных и поедающим их мясо об этом было доложено царю когда царь со свитой был в горах он приехал к шанти деве и сказал некогда вы были одним из главных аскетов на ланды выучили дхарми исцеляли слепоту почему же сейчас вы приносите такой вред отнимая жизнь у живых существ я никого не убивал ответил шанти дева и открыл дверь хижины выходящую в горы все посмотрели туда и различили в сумерках массы диких животных которые не только не поредели но даже выросли в числе звери быстро проходили мимо хижины распространялись по долине исчезали в горах вот они скрылись царь и все остальные были очень счастливы увидев это и они поняли что все вещи вокруг иллюзорны как сон так осознав что вещи в самом своем начале нереальны они сделали шаг по пути будды шанти дева говорил звери убитые мною ниоткуда не пришли в начале нигде не оставались в продолжении не превращались в ничто в конце в своей основе все существующее нереально почему же реальные убийства и смерть но смотрите я говорю это и не могу сдержать сострадания так шанти дева покорил сердца царя декеры и его приближенных он добился единства действий тела речи и умой обрел ситхи махамудры в нем проявились моментально все превосходные свойства дхармы сто лет спустя он в собственном теле ушел в ясный свет эндрабхути из полумиллиона городов удия на 250 тысячами в сам холле правил царь эндрабхути а 250 тысячами в лонкарупе царь джалендра у эндрабхути была сестра семи лет которую он прочил замуж за единственного сына царя джалендры но министры не советовали ему делать этого шага джалендра не был буддистом взвесив все за и против царь ответил послу джалендры что у того кто практикует дхарму и у того кто придерживается иных взглядов видимо слишком мало общего чтобы объединять семьи через год сын джалендры приезжал в сам холлу и встретился с лакшминкарой казалось они подходят друг другу эндрабхути в знак примирения передал с принцем богатые подарки для его отца когда принц вернулся джалендра спросил его о девушке я не привез ее потому что она еще слишком мало сказал принц но она хороша у эндрабхути же было много жен и все они верили в учение будды ягин камбала давал им наставление так что особо царского дома в сам холле все без исключения следовали благородному пути лакшминкаре было 16 когда за ней приехала посольство но она уже отвратила свою мацансары как рассказано в истории лакшминкары принцесса достигла цели вместе с одним дворником из ланки они улетели на небо царь джалендра слал эндрабхути письма в которых обсуждался образ жизни который принцесса вела в ланкарупе эта женщина достигла высокого уровня реализации что конечно прекрасно писал он но когда я вижу что она делает у меня не спокойно на душе моя сестра действует на благо живых существ вздыхая думал индрабхути а это царство как мало от него радости и сколько внимания она требует я должен бросить все это и практиковать тхарму он оставил престол сыну а сам не покидая дворца практиковал 12 лет и обрел ситхи махамудры никто вокруг не знал об этом однажды сын со свитой пришел к нему и хотел открыть дверь не открывайте дверь я здесь раздался голос откуда-то сверху они подняли головы увидели эндрабхути в воздухе над дворцом он сидел в позе лотоса прямо в пространстве увидев его они засмеялись счастливо как будто достигли первой ступени бодхисаттв их царственный наставник оставался в воздухе с семь дней объясняет харму всем кто приходил к нему своему сыну и свите он передал великие глубочайшие и непостижимые учения и затем окруженный семью стопоследователями в своем теле ушел в ясный свет микопа в бенгалии был торговец который всегда бесплатно давал продукты одному ягину за что ты так почитаешь меня однажды спросил тот мне самому нужно что-то взять с собой в путь к будущему рождению ответил торговец ягин дал ему посвящение и наставление водящие непосредственно в истинную природу ума обычному ому хоть он и подобен драгоценности сансара и нирвана кажутся чем-то различным но все зависит от того способны ли вы понять вещи прямо а для этого следует присмотреться к неизменной природе самого ума какая двойственность может возникнуть если этой природы просто не существует и в вещах вокруг также нет ничего реального а когда мы чувствуем иначе мы попадаем в плен к иллюзиям и страстям торговец понял что все вещи возникают в пространстве ума осознав что в действительности это пространство неизменно он разрушил все заблуждения в кратчайший срок и за шесть месяцев добился понимания истинной реальности при этом он жил на кладбищах вместе с сумасшедшими принявшись переходит из города в город он вел себя как животное и все время вращал глазами люди говорили учитель глядит как гневное божество он стал повсюду известен под именем мекопа и руководил многими в изучении наиболее глубоких аспектов тхармы описав пережитые им опыты он в своем теле ушел в ясный свет катали катали известный также как так че пожил в рамешваре и потом ушел жить вместо в четырех днях пути оттуда где стал разрыхлять горное поле чтобы потом возделывать его мастер шантипа проездом в синхалу куда он ехал по приглашению царя по пути в мать ядишу побывал в этих местах чем ты здесь занимаешься спросил он катали тот почтительно приветствовал его и рассказал чем он живет негодяй правящий сейчас в рамешваре приносит неисчислимый вред и все в этой стране страдают я не смог получить там землю и вот пришлось заняться этим здесь шантипа кивнул у меня есть мантры для возделывания камня сказал он хочешь я дам их тебе спасибо шантипа продолжал подобные твоему занятия изнуряют тело и плохо давать этому поглотить себя это шесть ошибочных действий но истинное умение возделывать землю это великодушие и нравственность то есть не нанесение вреда другим это терпение выносящие более энергии дойти до конца это неизменная сосредоточенности мудрость которой все стало ясно так 6 истинных действий сменяют 6 ошибок почитание учителя великодушие а управление потоком переживаний основа нравственности терпение в бесконечной гибкости ума и энергии в медитации сосредоточенность это непоколебимость а мудрости это то что знает все это медитируй так всегда но так чепа сказал объясните смысл еще раз мастер ответил учитель это все потому что мы создаем себе наслаждение и страдания из которых сами не можем выпутаться медитируй на первоначальную природу ума потому что она не неизменно как горы работа и рыхли сияющим и неразрушимым орудием знания рой медитации рыхление как правая и левая рука действуй ими одновременно когда так чепа понял что хотел сказать ему мастер он произнес радости страдания возникают в пространстве ума я понял я пророю насквозь эту гору но если рыхлить только физическую гору как постичь великое блаженство первоначальной природы медитируя он достиг ситхи за 12 лет принеся много блага живым существам он в своем теле ушел в ясный свет компа рипа в салипутре жил компа рипа кузнец он родился в касте кузнецов и был вынужден изнурять себя тяжелым трудом однажды ягин увидел его за работой и спросил счастлив ли он разве я похож на счастливца вздохнул компа рипа огонь искры это жара почти до канале меня я мучаюсь здесь из-за денег ягин попросил поесть и после трапезы предложил компа рипе и его жене научиться у него практики они были тронуты мало кто соглашался давать наставление беднякам из низкой касты ягин дал им посвящение с прямой передачей энергии и обучил визуализации трех энергетических каналов визуализируйте то с чем вы знакомы во внешнем мире мехи огонь молот почувствуйте два боковых канала лалану и рассану как мехи центральный канал а вот хоть и будет на ковальне осознание кузнецом зажгите огонь мудрости сделайте все затвердевшие идеи его топливом и выковывайте стали железо мешающих чувств когда высшая радость и единое тело дхармы будут готовы возникнет свет пусть ваша медитация строится на том что вы знаете вовне лаланна и рассана справа и слева пусть это будут мехи пусть вот хоть и будет наковальней осознание кузнецом превратите все ваши мысли в топливо охваченное сияющим пламенем исследования и знания положите под молот страдания и три яда и возникнет нержавеющие тело дхармы медитируя так в течение шести лет кузнец достиг ситхи махамудры он осуществил все без напряжения как исследовала и позже поразил жителей салипутры тем что обрел все качества дхармы прославившись под именем кампари по он упрочил счастье живых существ и описав свой опыт ушел в ясный свет джиландхаре джиландхаре человек держащий сеть был брахманом из города тхотха однажды он почувствовал неодолимое отвращение к жизни в миру и отправился на кладбище там сидя на пне он вкушал блаженство осознавания однажды в небе возникла даки не сказала а сын хорошей семьи твой ум и есть истинная природа обрадованный брахман удвоил усилия даки не мудрости появилась перед ним в своей истинной форме дала ему посвящение хиваджра и наставление по стадии завершения сведи все вещи трех миров живые неживые в три энергетических канала и потом приведи все в центральный канал когда различные мысли и воспоминания выйдут через отверстие брахмы на макушке головы медитируй в центральном канале на неразделимость пустоты и возникновения собери без остатка все вещи внешние и внутренние осознай их как три тело речь ум сведи все из боковых каналов центральной и оттуда в отверстие брахмы благодаря природе чистой йоги возникнет пустота и высшая радость осознай в своей медитации полное объединение радости и пустоты получив таким образом введение в стадию завершения брахман медитировал семь лет и обрел ситхи махамудры он описывал свои медитации и неутомимо работал на благо живых существ вместе с тремя сотнями последователей он ушел в ясный свет рахула рахула тот кто поймал дракона раху родился в семье низкой касты в комарупе когда он состарился и не смог контролировать отправление своего тела домашние начали смеяться и оскорблять его не в силах больше этого вынести старик отправился на кладбище с мыслью о будущем рождении когда прохожий один спросил его что он здесь делает он ответил луна моей молодости ушла в тень раху дракона старости родные все вокруг унижают меня и я остался здесь в надежде умереть я один сказал сейчас созрела твоя карма реки детства юности и старости уже утекли смотри это река смерти хочешь практиковать тхарму чтобы переправа была удачной учитель сказал старик дай мне тхарму пусть я стар и болен пожалуйста дай мне это учение ягин сказал твой ум не имеет возраста и твоя природа не зависит от здоровья если ты будешь практиковать упорно я научу тебя святой тхарме он дал старику посвящение и такие наставления медитируй на лунный диск возникающий из буквы а на макушке твоей головы позволь всем идеям и вещам видимого мира уйти в него пусть все за что ты держался уйдет в тень раху недвойственности как великое благословение на макушке твоей головы возникает . она плодотворно постоянно сводя вместе пустоту и блаженство ты преодолеешь все аспекты чувственного тогда возникнут качество будды и дальше чудесное уже не прервется когда старик медитировал согласно услышанному луна привязанности к обычному опыту ушла в тень раху драконы недвойственности нектар недвойственности втекал через отверстие брахмы на макушке головы старика и распространялся по всему телу он практиковал так 16 лет и обрел ситхи махамудры рухула учил дхарме живых существ комару пи описав то что произошло с ним в своем теле ушел в ясный свет тхарма па тхарма па человек тхармы был одним из тех эрудитов в бодхинагаре которые проповедовали не практикуя позже состарившись и начав терять зрение он подумал хорошо было бы мне встретить учителя даки не явилась ему во сне ободряя его и говоря я твой друг позже она открылась ему в своей истинной форме и дала посвящение с такими инструкциями пусть все существующее будет как сосуд а все идеи концепции как масло сознание это топливо охваченное пламенем мудрости и вот в сосуд все без остатка расплавляясь устремляются прежние мысли дай огню пожрать топливо до конца и алмаз ума вспыхнет сам по себе пять лет тхарма па повторял мантры и медитировал когда к нему пришло осуществленное знание его тело к удивлению всех вокруг стало как у восьмилетнего ребенка он тогда сказал как набор причин и условий будучи пуст может дать что-либо но все-таки пока ум не просветлен следует напрячь все силы тхарма по много работал на благо живых существ и описав свой опыт ушел в ясный свет тхакарипа тхакарипа человек с горшком был из низкой касты в солипутре и всегда носил с собой горшок если ему удавалось что-то выпросить он клал это внутрь однажды так ничего и не раздобыв он присел под деревом к нему подошел ягин и тхакарипа сказал сегодня у меня ничего нет ладно ответил ягин хочешь я научу тебя тхарме я готов практиковать ответил тхакарипа дав ему посвящение хиваджры ягин так объяснил наставление по стадиям развития и завершения от хакарипа привыкший к горшку положи пищу для реализации в сосуд тхармы и сосредоточься на том что они не раздельны медитируя так тхакарипа понял значение сказанного и за три года достиг ситхи позже виде его с горшком люди спрашивали учитель что у вас там он отвечал я несу сосуд великой пустоты собирая плоды великого блаженства у тхакарипы есть все чего можно желать это ли небольшая удача он действовал на благо многих и описав свою жизнь не прославившись как тхакарипа в своем теле ушел в ясный свет метки на метки на человек с поля родился в низкой касте в солипутре однажды он обрабатывал свое поле и вдруг остановился проходивший ягин спросил что же ты делаешь просто стоя здесь я остановил свою работу сказал метки на но остановка тоже страдание ты не хочешь уйти и от этого спросил ягин тхарма могла бы помочь тебе но кто даст мне учение я если ты способен практиковать и метки на дал понять что способен ягин посвятил меткину в стадии развития и завершение и оставил его медитировать но мысли о поле не покидали его и он со временем растерял весь свой пыл метки на снова пошел к учителю этот дал ему наставление подходящий к его случаю посмотри на свои мысли как на плуг влеком и быками наслаждения и страдания созерцай свое тело как поле не теряя из виду плодов тхарма каи они на подходе мысли движутся как плуг чувство радости и боли тянуты их за собой позволь семенам неделимых элементов прорасти на поле твоего тела на этом поле тебе предстоит сначала измучиться но плод блаженство природы тхармы не иссякнет метки на медитировал 12 лет и обрел ситхи он вырастил дерево высотой в семь тала и оттуда рассказывал о своем опыте он действовал на благо бесчисленных живых существ салипутри и в своем теле ушел в ясный свет панкаджа панкаджу сына брахмана называли так потому что верили что он родился из цветка лотоса в саду своих родителей он получил ситхи от авалакитишвары вскоре после его рождения на лотосовом пруду поставили изображение бодхисаттв панкаджа как и все в тех местах почитал махадёву и 12 лет делал подношение образу думая что это махадева трижды в день он приносил цветы и клал их на макушку статуи однажды в это время к образу подошел на горджуны и поднес один цветок образ принял от него бутон и вставил себе в волосы панкаджа был рассержен 12 лет я делал подношение и никто их не принимал он же сделал только один раз и сразу получил ответ но твои мысли не были чисты вдруг ответил образ и поэтому мне не нравились твои подарки мучимый угрызениями совести панкаджа распростерся перед нагарджуной и по всем правилам попросил принять его в ученики нагарджуна дал ему посвящение и наставление по объединению видение активности ты не придешь к успеху с одной верой или только исполнившись блаженством сострадания еще ясное зрение без всяких отличий такое же как у ария осознав сказанное панкаджа начал практиковать и за семь дней обрел ситхи он благословлял особо пристальным исполненным сострадание взглядом и давал сильные наставления в своем теле он ушел в ясный свет хан хапа хан хапа приняв обеты шри на ланды не нарушал их когда он стал мастером в пяти искусствах его влияние широко распространилась истинный мастер он работал на благо живых существ в любой местности в то время царь девапола благодаря своим заслугам принес стране невиданное процветание богатство его царство были неисчислим и ему лично принадлежало 1 800 000 городов 900 000 в камаре 400 000 в бенгале и еще 300 000 платили ему налоги однажды мастер прибыл с алипутру столицу деваполы там он просил подаяние и жил под деревом на голой земле девапола был набожен и всегда окружал себя объектами поклонения но однажды он сказал жене все составное непостоянно и все что наполняет мир полно страдания во всех этих вещах нет чего-то существенного чтобы продолжать править и жить вместе как раньше нам нужно накапливать заслуги для будущей жизни не будем искать в вещах того чего в них нет и станем теперь поклоняться достойному ягину правда следует сделать так многие достойны уважения ответила жена царя но сейчас в нашем городе живет арья который превосходит всех он следует всем правилам монахов пошли ему провизию 84 вида фруктов соки и прочее замени ему свет лампа блеском драгоценности и предложив все чего обычно добиваются в царстве да пусть так и будет ответил царь на следующий день и он послал приближенных за монахом но они вернулись ни с чем тогда царь сам отправился с ними вместе они поклонились мастеру который спросил зачем они пришли моя вера нуждается в поддержке и я хочу пригласить учителя чтобы поклоняться ему сказал царь я не поеду покачал головой к хант хапа потому что царство и управление неистинны если вы не можете переехать на совсем приезжайте хотя бы на год помолчав стал настаивать царь но мастер вновь отказался так царь продолжал спрашивать на полгода на три месяца на месяц на две недели наконец он спросил на один только день на все это мастер отвечал я не приеду потому что твои поступки не истины ты осуществляешь вредные и затемненные виды действий 40 дней дива пола пытался настоять на своем но мастер так и не поехал в гневе царь объявил что кому удастся заставить монаха нарушить чистоту тот получит половину царя царство и тонну золота одна умная женщина из квартала публичных домов решила взяться за это дело царь смирил ее оценивающим взглядом хорошо сказал он иди и делай но действуй искусно и энергично у женщины была дочь 12 лет настолько прекрасная что она даже не казалась девушка из этого мира у нее были совершенные черты лица восхитительная фигура мелодичный голос и очаровательная походка если бы солнце могло оценить ее она бы замерла на месте мать была уверена что девушка сумеет заставить монаха вести себя иначе она велела дочери пойти к мастеру принести подношение поклониться и возвращаться проделав это 10 дней подряд девушка спросила хочешь я останусь с тобой на три летних месяца но мастер отказался целый месяц снова и снова девушка приходила с подношениями наконец мастер глазами показал ей чтобы она осталась присвистнув про себя девушка решила приготовить праздничный ужин красивая девушка думала она если захочет 80 получит 100 и еще она подумала если вести себя умно то можно соблазнить все пять континентов что мне монах хотя пожалуй я все же доведу дело до конца но когда ужин был готов мастер сказал пошли какого-нибудь парня принести мне еду эта девушка не должна делать я сделаю как вы хотите ответила она кусая губы еще два месяца только мужчины носили мастеру сахарную воду и рисунок потом мать нарядила дочь в прекрасные одежды надела на нее лучшие драгоценности и в сопровождении слуг с подарками отправила ее к мастеру рядом с его жилищем девушка отослала слуг и 1 постучалась в дверь а где остальные спросил мастер у них не было времени ответила девушка но сейчас время есть у нас она продолжала стоять в дверях наконец мастер сказал возвращайся но тем временем небо затянули пятицветные облака и пошел дождь говоря что она должна переждать девушка задержалась еще наконец село солнца некому проводить меня сказала она если плохие люди увидят этот наряд и украшение они могут меня убить мастер ответил что он не думает что это случится но она пожаловалась что боится темноты и попросилась спать в хижине благодаря энергии возникшим от такой близости их тела соединились так они испытали все четыре радости и вместе проснулись утром на следующий день девушка не захотела возвращаться к матери вместо этого она пошла просить подаяние на двоих они прожили вместе год и у них родился сын тем временем царь все справлялся как идут дела и вот мать девушки сказала ваше величество может радоваться ваш приказ исполнен прекрасно обрадовался девапола и приказал в три дня разыскать монаха и его любовницу и доставить к нему мастер спросил подругу уехать им или остаться если мы останемся нас обвинят и скажут что то что мы делаем грех ответила она поедем ведь мы можем быть счастливы и вдали от людей и вот взяв ребенка и бутылку вина они отбыли однако прямо на дороге им встретился девапола он окликнул их со спины слона говоря это что там такое в монашеской одежде и что здесь за женщина в монашеской одежде ребенок и бутылка ответил к хант хапа а женщина моя жена помнится мне ты однажды сказал что не выносишь присутствие грешника а теперь что же это как ты изменился ты есть грешник там все было сделано на отлично спроси у нее ответил мастер меня ни в чем упрекнуть сайне успокоился и продолжал выкрикивать обвинение когда мастер вдруг бросил ребенка и бутылку на землю богини земли была испугана и почва раскололась выбросив к верху водяной фонтан подхваченный водой ребенок превратился в ваджру а бутылка в колокольчик мастер же предстал как чикрасамвара а его жена как ваджроварахи они появились в небе над царем и его свитой в позе ябьюм позе союза держа колокольчик и ваджу цари приближенные склонились перед мастером прося защиты но он не выходил из саматки ваджного гнева и поток набирал силу когда все уже тонули по счастью появился а волоките швара и наступив на расселину остановил наводнение дева пола и прочие были спасены и вновь подошли к учителю извиняться мастер произнес хонг и вода исчезла каменный образ а волоките швары существует там до сих пор и из-под ступни его бежит небольшой ручей учитель же дал дева поле и прочим такие наставления как одно вещество способно действовать по-разному становясь то лекарством то ядом также и здесь понимая это мастера не отвергают никакого опыта но не мастера вынуждены делать иначе и бродит в сансаре бедные совершенством саре его люди прекратили обвинять монаха в них проснулась уверенность и бесчисленные живые существа были приведены на путь дхармы учитель стал известен под именем хандхапа и его слава распространилась в десяти направлениях поведение же женщины в этой жизни не затемняет того что она была ученицей мастера в шести предыдущих существованиях учитель исключив из природы дхармы все дуальное или связанное с концепциями полностью завершил путь будды а женщина и ребенок очистили свою природу путем почитания мастера и затем наделенные всеми совершенными качествами мастер хандхапа и его подруга в своих телах ушли в ясный свет я гиппо я гиппо был касты чандала из-за дантапури он учился у шаварипы его большие потуги приносили мало мудрости когда учитель шаварипа посвятил его в мандалухе ваджры я гиппо не мог понять смысла его наставлений однажды он сказал учителю что не может медитировать и предложил что будет творить добродетель только телом и речью тогда гуру дал ему мантру ваджрафе руки и приказал обойти 24 великих места на странстве ушло 12 лет и за эти годы я гиппо очистил свое сознание и обрел ситхи махамудры он рассказал о том что он понял и пять лет помогал живым существам в различных их нуждах затем он своем теле ушел в ясный свет челуки челуки жил в мангалапуре он был низкой касты и его учителем был майтри по щелуки никогда не мог противиться сну он даже был не в состоянии сделать усилия однажды ему пришло в голову что все в сансаре мучительно и он прилег у подножья дерева проходивший один спросил что он там делает челуки ответил я думаю адхарме чтобы освободиться от мира но все нет гуру который мог бы обучить меня у меня литургический характер я сплю и даже не могу сделать усилия ты можешь научить меня чему-нибудь но если ты не поможешь мне справиться со сном все будет зря если я дам тебе посвящение сказал мэйтри по ты сможешь освобождаться уменьшая тягу ко сну ведь она и связывает тебя с миром я гин дал челуки посвящение чекрасам вары наставление по дыханию энергетическим каналам и началом стадии завершения рассматривай все что появляется как работу трех центров тело речь ум среди правый и левый каналы в центральный рассматривает центральный канал как океан а свое сознание как дикого гуси летящего над ним когда тяга ко сну исчезнет это будет значить что энергия дыхания вошла в центральный канал и тогда условия чистого бытия возникнут благодаря своей собственной силе медитируя так 12 лет челуки достиг ситхи махамудры сначала он рассматривал любую ситуацию на уровне тех тела речи и ума эти три образовывали субъект объект и действия потом два боковых канала стягивались центральный овладев знанием развлечения челуки достиг ситхи которая берет у океана его сущность он рассказал о своем опыте и в собственном теле ушел в ясный свет гарура гарура птица был птицеловом однажды ягин спросил его а ты здесь вот ты что делаешь я набрал зла в прошлой жизни и вот родился птицеловом ответил гарура и в этой жизни я существую отнимая жизнью живых существ я уже в полном отчаянии ягин сказал поскольку карма непрерывно ты будешь страдать в этой жизни и в следующий радость пробуждается учением будды почему бы не практиковать его ягин дал гору репрямую передачу энергии и наставления подходящие для него представь что все звуки в мире это голоса птиц объедини свою сознающую мысли эти звуки сделай их одним и затем высвободи природу звука слушай песню кукушки множество звуков и только один возьми его как он есть и наблюдай как природа дхармы заливает все собой гарура медитировал согласно наставлением ощущая каждый звук как пустой не различая их за девять лет он очистил свой ум и обрел ситхи махамудры он оставался в мире сто лет описывая свои опыты и действуя на благо живых существ с тремя стопоследователями он в своем теле ушел в ясный свет лучика лучика тот кто перестал сидеть был брахманом на востоке бенгала однажды он понял неизбежность смерти и почувствовал ужас перед сансарой он удалился в тихое место пытаясь практиковать но в одиночку у него ничего не выходило и он только сидел и думал печально что ему совершенно ни у кого учиться однажды в это место пришел ягин и обрадованный лучика поклонился ему и попросил о наставлениях я наконец-то встретил гуру и умоляю о помощи повторял он ягин дал ему посвящение чакрасамвары и наставление стадии развития и завершения за 12 лет напряженных занятий медитации лучика достиг ситхи он стал известен и говорил так нет никакой дистанции между сансарой и нирваной но если вы привязаны к низшим вещам возникает путь и пройти его очень сложно в своем теле он ушел в ясный свет появившись в небе он рассказал о своих опытах исчез нигуна нигуна не то несё был сыном домохозяина низкой касты в пурвадёша он вырос ленивым вовсе не думал о житейских делах и был равнодушен к тому что считалось дурным или хорошим если он видел плод который ему хотелось это было хорошо но если он не мог достать его без усилий он считал что это плохо однажды прохожий ягин предложил ему пойдем в город просить подаяния но нигуна сказал но а если нам ничего не дадут что тогда и даже не приподнялся с земли ягин из сострадания принес ему поесть говоря слушай а какие-нибудь достоинства у тебя есть ягин ответил нигуна если кого-то назвали нигуна у него точно никаких достоинств не найдешь хоть ищи днем с огнем ты не боишься смерти пока нигуна доедал спросил его ягин побаиваюсь ответил он жуя но что я могу сделать загодя если ты будешь практиковать я дам тебе один метод ладно нигуна вытер рот буду практиковать каждый день как проснусь так ягин дал ему посвящение потом он наставил нигуну в практике соединения появления и пустоты не ты не все окружающее сами по себе нереальны хотя ты еще не просветлен страдая существа несчастны в своих муках которые нереальны с самого начала то что появляется неотделимо от пустоты чистый свет постоянно присутствует и даже если ты ведешь себя как псих чистый город открыт для тебя ягин часто говорил так и нигуна стал практиковать мало-помалу дойдя до полной интеграции чистого света он обрел ситхи он бродил не разбирая дороги показывая вокруг и спрашивая кто эти люди и кого бы не видел он говорил несчастные несчастные и заливался слезами тем кто решался учиться у него нигуна показывал путь не разделение явление пустоты как океанский корабль он прошелся по вехам и буйкам заблуждений достигнув ситхи махамудры он в своем теле ушел в ясный свет джейнанда джейнанда был брахман и министр в бенгале он следовал религии брахманов но втайне практиковал буддизм и хотя его благословение росло никто не замечал этого однако со временем он стал делать слишком много подношений из торм другие министры люди нетерпимые донесли об этом царю и он велел заковать джейнанда в цепи тот умолял освободить его я не дал пропасть и пригоршня доходов вашего величества говорил он но царь не стал слушать и вот в то время когда брахман должен был снова делать тормы появилось множество птиц и ничего не найдя они окружили дворец солдаты пытались разогнать их а народ смотрел и удивлялся птицы все пребывали и человек понимавший их язык услышал как они говорят брахмана который был к нам добрее чем отец и мать держит в этом дворце когда это передали царю он сказал если это так я прощу его но пусть живет поединение попросите птицу лететь услышав такой ответ птицы рассеялись у царя же пробудилась вера и он стал давать брахману по 20 бушелей риса для его торм с этого времени брахмана стали называть гуру джиинанда он говорил так знание нерожденного понимается как должно благодаря доброте учителя я стал министром высшего блаженства и вышел из водоворота сансары мой царь чистое и естественное состояние победил и внешнее и внутреннее и больше не стремится к обычным наслаждением эй непросветленные слышите я кричу джая победа так он действовал на благо всех существ и через 700 лет ушел в ясный свет пачери пачери продавал печенье в чемпаке он был так беден что не хватало денег даже на полотняную одежду он должен был покупать тесто у богатого домовладельца поджаривать на масле и продавать затем он платил хозяину а разницу брал себе однажды он ничего не продал за целый день но так проголодался что решил съесть половину печенье а волоките швара в облике монаха подошел к нему повинуясь внезапному чувству пачери взял оставшиеся печенье и отдал ему откуда у тебя это спросил тот пачери не стал лгать и тогда монах сказал хорошо теперь мы должны заплатить подожди я предложу что-нибудь своему благотворителю он сделал мандалу и поднес цветы потом он дал пачери прямую передачу энергии которая побуждает к принятию прибежища и также наставление шести слогов исполненный доверие к учителю пачери поднес свою жизнь в качестве дара ко времени когда пачери обрел ситхи появился хозяин теста и стал требовать денег у меня нет ни гроша ответил пачери услышав это пирожник бросился на него с кулаками но я ел не один закричал пачери мастер тоже ел что ты бросаешься на меня и тут к удивлению обоих голос откуда-то из стен вокруг подтвердил что пачери ел не один возьми тесто иди торгуй сказал пирожник и чтобы вернул все до гроша пачери пошел в буддийский храм кстати а волоките швары и поднес ему печенье бодхисаттва дал ему 100 золотых монет и сказал что он может не волноваться из-за съеденного пачери вернул деньги домовладельцу и тем самым очистил прошлый проступок хотя это был пустяк пачери окончательно уверился в том кто его гуру и отправился на поиски бодхисаттв в горы паттала продираясь сквозь чащу он наступил на терновник игла вошла ему в ногу причиняя сильную боль пачери стал без перерыва выкрикивать мантру о волоките швары наконец бодхисаттва появился перед ним в своей истинной форме и сказал да я твой учитель но теперь тебя должно интересовать не только собственное счастье возвращайся учить тех кому это необходимо обрадованный пачери поднялся в воздух и опустился только в чемпаке все видевшие его были озадачены он дал наставление о неразделимости пустоты и явлений в своем теле ушел в ясный свет чемпака страна чемпака получила свое наименование от цветка живший там принц не имел недостатка ни в средствах не в наслаждениях он был так привязан к удовольствиям и настолько в плену у собственной гордости что совершенно не думал о последствиях у него в саду был дом построенный а вернее искусно выращенный из живых цветов чемпака там он и жил однажды в саду оказался ягин увидев такого неожиданного гостя принц вежливо пригласил его в дом сам вымыл ему ноги и усадил поудобнее а после ужина когда тот по обыкновению начал проповедовать принц собрал побольше людей из свиты чтобы поклониться ему затем принц сказал ягин вы обошли много стран видели ли вы где-нибудь такие цветы как эти ягин посмотрел на стену цветов перед собой и покачал головой да эти цветы красивее человека и пахнут они лучше может быть создавший этот дом гений и ваше царство прекраснее всего вокруг но когда вы умираете вы должны идти без этого что-то в этих словах ошеломило принца и он попросил наставлений ягин рассказал ему о карме причине и следствий и объяснил практике стадии развития и завершения но мысли чемпаки уже вернулись к цветам и медитации не увлекали его тогда ягин выбрал наставление подходящие к тому что занимала принца все что появляется потрясающе пусто это мой цветок для тебя в твоих чувствах и сознание создана почва сосредоточься на единой природе трех рек чистого нектара и придет великое блаженство это слова ваджрат хар и для тебя держи принц медитировал 12 лет и поняв что восприятие опыт и истинная природа ума едины он достиг ситхи он стал очень известен под именем чемпака и объяснял тхарму своей подруге и множеству людей собиравшихся вокруг них в своем теле чемпака ушел в ясный свет хикс она хикс она человек с двумя зубами родился в семье низкой касты в солипутре ему не хватало ни денег неудачи и он слонялся из города в город и попрошайничал однажды так и не раздобыв ничего он в уныние забрался подальше от дороги 1 даки не пришла к нему и спросила что он здесь делает хикс она не ответил но посмотрел на нее с интересом знаешь сказал он подумав если бы была хоть небольшая надежда я бы рискнул хорошо а чем ты мне заплатишь спросила дайки не тогда он костяшкой пальца выбил себе верхний нижний зуб и протянул ей понимая что его ум сработал однонаправленно и без колебаний даки не согласилась она дала ему наставление в объединении мудрости и метода хикс она занялся медитацией и через семь лет достиг опыта подлинной реальности его качества были безупречны переходе из города в город он рассказывал о своих опытах для пользы практикующих он стал известен и спустя много лет в своем теле ушел в ясный свет телопа телопа торговал маслом в солипутре цены тогда были высокие так что он быстро богател удачи не оставляла его и он процветал как бог кубера прямо царь он заказывал себе 84 сорта овощей и фруктов 12 блюд горячего не забывая про пять напитков однажды телопа встретился с ученым баханой который рассказал ему о скорби заключенный в сансаре и о средствах спасения купец попросил своего нового друга преподавать ему дхарму ягин посмотрел как он занимается своим маслом и сказал случай все увеличивает твое богатство но он не принесет свободы тебе самому а а как же найти свободу учитель спросил торговец и ягин дал ему посвящение и наставление как выработать свой независимый свет в окружающих сумерках и толчие выжни масла своих привычек из ядер семян кунжута своего собственного тела и наполни им сосуд ума сделай фитиль из неразделимости опыта и пустоты как сворачивают его из двух шнуров поднеси его к пламени знания и все обернется к тебе освобождение высшая радость и неразрушимое счастье усердно медитируя и осуществив соединение стадии развития и завершения торговец обрел ситхи за шесть лет свет устремился из его тела и заполнил пространство вокруг это многие видели и дело дошло до царя царь спросил возможно ли такое и увидел что возможно он тоже пережил постоянную радость и другие хотя и не радовались так сильно уверовали купец же давал наставление говоря об образе их жизни о пустотной природе сущего спустя много лет окруженные учениками он ушел в ясный свет кумари по кумари по горшочник жил в джиманаше он гнул спину с утра до ночи и очень страдал от этого однажды и один попросил у него подаяние кумари по накормил его и сказал а я один я изнуряю себя трудом но нет никаких сдвигов к лучшему вечная работа она никогда не кончится щедрый человек неужели ты не понимаешь ответил я один живые существа получают счастье и страдания одновременно некоторые вообще не переживают ничего хорошего с не имеющих начала времен даже без всякой работы страдания бесконечно и ты правильно приходишь в отчаянии горшочник попросил у йогина средства освобождения от сансары тот дал ему посвящение и наставление стадии развития и завершения отделе грязь мысли и переживаний и возьми чистую глину неведения на круге обычного опыта сделай сосуды шести семейств тантры и обожги их в пламени мудрости горшочник понял эти слова медитируя шесть месяцев он очистил себя от всех иллюзий и обрел ситхи когда он медитировал гончарный круг вращался самостоятельно и сосуды выходили такими как он хотел когда люди увидели что он обладает всеми свойствами шести семейств тантры он стал известен как учитель кума рипа описав то что он пережил кума рипа в своем теле ушел в ясный свет чипа рипа один из скотоводов в магатхе был неимоверно богат стадо лошадей и буйволов у него насчитывали тысячи голов а овцы просто не подавались учету когда его отец умер он получил наследство подобное которому трудно найти и собрал народ со всей страны угощение не переводилась и все затянулось на много дней как-то раз с утра гости пошли на гонка свяжиться а жена наследника с трехлетней дочерью осталось дома присматривать за вещами в это время появился гуру чипа рипа и попросил поесть женщина радушно встретила йогина и смотрела на него с большим интересом чипа рипа заметил это и сказал давай так если твой муж и родня узнают и рассердится приходи опять ко мне я буду в лесу и разведу костер если же обойдется можно даже остаться здесь а сейчас принеси что-нибудь поесть некоторое время спустя гуру вернулся в лес оставив женщину в прекрасном расположении духа когда все домашние вернулись свекровь заметила что лучшая часть обеда исчезла и набросилась на невестку с кулаками как была с ребенком на спине женщина убежала к йогину увидев их йогин сказал ну и славно он побрызгал водой мантры и оба и женщина и ребенок превратились в камень так что им уже не нужно было ни еды ни одежды когда муж вернулся он спросил где она но никто не знал он долго метался туда и сюда и наконец нашел йогина и начал рассказывать ему что случилось учитель побрызгал его водой мантры и с ним стало то же что с женщиной место на троих вполне хватило однако прочие родственники являлись один за другим их набралось человек 300 все они приходили блеять как стадо и каждый излечивался известным уже способом у ребенка же этой женщины оказались особые качества из его мошонки возникла ситхи даков из пениса способность превращать вещи в золото из ануса эликсир бессмертия из глаз 8 великих ситхи способность ходить по воздуху и другие семья прославилась правитель чем паки посетил их вместе со всеми своими быками и стадами другого домашнего скота этот царь по причинам веры построил храм в честь всех троих ребенка мужа и женщины рядом он построил еще один в честь остальных 300 назвав его многоименный те у кого сохранялись плохие мысли не могли войти в этот храм а если входили изображение били их или делали что похуже этот храм стал центром практики и говорится что было много йогинов обосновавшихся там в этом месте занятия были особенно плодотворны вы бы тоже могли получить там много способностей для этого мира чтобы потом ожидая появления победителя мои 3 и действовать на благо живых существ мы не бхадра еще ее называли йогини бахури некогда в агарца жил богатый домовладелец его 13-летняя дочь была замужем за человеком той же касты и состояние однажды когда она приехала навестить родителей в дом заглянул учитель кукури по и попросил у нее поесть ты в прекрасной форме сказала она ему и тебе очень не идут лохмотье и попрошайничество вообще тебе нужна женщина ты должен жениться но только обязательно на детстве ниц и непременно своей касты он ответил я боюсь этого жизни в сансаре и подстегиваемого страхом моя работа несет меня в сторону великого освобождения если я не сделаю все сейчас в эти краткие улыбающиеся мне мгновения как я смогу пережить их снова став другим если же это бесценное время существования подобного алмазу будет поймано накрыто чем-то чужеродным как семья супруга и прочее то что составляет страсть моей жизни будет уничтожено и явится всякая дрянь зная что так и будет я остаюсь без женщины слушая это женщина вдруг почувствовала что поверила в него подавая учителю еду и питье она попросила покажи мне как достигают освобождения я живу на кладбище сказал он если ты хочешь приходи и хотя сделать это было почти невозможно в ту же ночь незадолго до полуночи женщина пришла на кладбище кукури по увидел что она действительно готова получить учение и дал ей посвящение чакра самвары потом он объяснил ей практики стадии развития и завершения и методы их полного объединения несколько дней она практиковала у него когда она вернулась домой родители осыпали ее бранью избили она говорила им во всех трех мирах нет ни одного живого существа которое не было мне отцом или матерью даже со своей кастой родословными вы не можете выбраться из сансары и всегда валитесь обратно а я иду к освобождению меня поддерживает мой учитель и ваши удары толкают меня вперед послушав ее родители решили что все это пустяки и оставили дочь в покое она же медитировала по полученным наставлениям и результаты кармы постепенно исчезали из-за ее ума так прошел год потом муж взял ее обратно к себе она выполняла все обязанности жизни в миру будучи сдержанной и обаятельной как всегда у нее родился сын и две дочери когда она захотела чтобы мальчик получил благословение она встретила своего учителя это было через 12 лет после их первой встречи однажды возвращаясь домой с кувшином воды она споткнулась о корни дерева и уронила свою ношу вода впитывалась в землю между глиняными осколками вечером когда женщина не вернулась домой муж нашел ее на прежнем месте кто бы не заговаривал с ней казалось она не слышит она продолжала смотреть в одну точку наконец она сказала что вы говорите вы что все одержимые на закате солнце она сказала все живые существа разбивают кувшин своего тела почему я должна возвращаться домой мой кувшин разбит я не вернусь к себе в сансару я иду в сторону огромного счастья взгляни учитель на это маленькое чудо в поисках высшего блаженства я у тебя 21 день и она поднявшись в воздух давала наставление жителям агарца затем она ушла в ясный свет миг хала у одного домовладельца в деви котё было две дочери недалеко от него жил богатый торговец с двумя сыновьями и объединение семей казалось не за горами но дело в том что все вокруг распускали подозрительные слухи о двух девушках хотя те и не делали ничего дурного и вот младшая сказала сестре люди наговаривают на нас давай уедем куда-нибудь отсюда но старшая только вздохнула куда бы мы не пошли большой разницы не будет мы еще не накопили хорошей кармы в это время в деви коту приехал гуру канхапа его сопровождали 700 учеников и учениц и он являл различные чудесные манифестации разноцветные зонтики возникали над его головой и звук дамару вокруг не прекращался сестры решили пусть в городе сплетничают о нас мы возьмем наставление угуру и будем практиковать канхапа благосклонно выслушал их и дал посвящение он также передал им наставление ваджаварахи от настельно видение медитации практики результатов и полного объединения энергично практикуя в течение 12 лет обе достигли ситхи затем они вернулись к учителю и сделали ему подношение но он спросил кто вы я вас не знаю сестры рассказали ему обо всем что происходило хорошо сказал учитель теперь вы должны заплатить мне а гуру мы дадим тебе все что ты потребуешь тогда давайте мне ваши головы обе мы дадим то что захочет учитель ответили сестры изо рта каждый появился острый меч мудрости и девушки отрезали себе головы и поднесли их канхапе говоря мы оплачиваем то что вы дали нам мы отсекли заблуждение сансары зачеркнув их в полном объединение стадии развития и завершения мы отсекли иллюзии принятия и отказа в полном объединение видения и действия мы отсекли иллюзии себя и другого в полном объединение знаний пространство вот то что уже лишено иллюзий и этим жестом мы отдаем его сказав так сестры начали танцевать держа головы в руках посмотрите на двух ягинь воскликнул канхаапа вы счастливы ведь теперь самые редкие качества ваши но оставаться в своей безмятежности все же не лучший путь вам следует действовать на благо живых существ и учитель восстановил их головы так что не осталось даже шрама к великому удивлению всех вокруг сестры последовавшие за канхапой прославились они достигли ситхи махамудры и принеся много блага живым существам ушли в ясный свет канак хала она была младшей из двух сестер которые следовали наставлением гуру канхапы и отрезали свои головы как рассказано в предыдущей истории младшая сестра стала известна как йоги никанак хала колокола колокола пустомеля родился в семье низкой касты в пхелире из-за кармы своей предыдущей жизни он был очень разговорчив все соседи считали его несносным и обходили за версту когда он заметил это он упал духом и отправился жить на кладбище пока он переживал там свое горе к нему подошел ягин что ты делаешь на кладбище спросил он колокола честно рассказал свою историю если ты в таком отчаянии почему бы не попробовать избавиться от бедствий жизни в миру спросил ягин но кого мне просить помочь мне ягин дал понять что он мог бы стать учителем колоколы пустомеля сделал подношение и поклоны и ягин дал ему посвящение гухья самаджи и такие наставления медитируя на то что звук твоего голоса и звуки голосов других не отличимы и это просто звук затем твой голос в медитации обретет звучание грома в небе и цветы будут падать как дождь воодушевленный колокола занялся медитации и растворил гневные голоса других людей в звуке своего собственного голоса его собственный голос растворился в потоке цветов представление потока цветов растворилась в пустоте неба и возникла махамудра восприятие всего появляющегося освободившись от мира явлений он достиг ситхи и стал известен как учитель колокола он описал свой опыт и делал многое на благо практикующих окруженный треместами последователей он ушел в ясный свет кантали портной кантали жил в манитхаре и жизнь его была безрадостна чтобы прокормиться он шил но иногда бывал вынужден просить милостыню однажды он уколол себя иглой так неудачно что началось сильное кровотечение и он едва мог терпеть боль ему пришлось прекратить работу и вернуться домой даки не витали в форме молодой девушки пришла к нему и спросила что с ним выслушав кантали она сказала ты страдаешь сейчас из-за своих предшествующих жизней а из-за своей теперешней жизни ты будешь вновь и вновь страдать в будущем в ответ на просьбы кантали помочь ему выбраться из мира страдания даки не дала ему посвящение хиваджры и объяснила четыре неограниченных достоинства гуру йогу йогу стадии развития поскольку в медитации он не мог отвлечься от шитья она показала как использовать эти мысли медитируй шивай вместе пустоту и явление при помощи игл и нитей знания и внимательности когда все уже шито и прострочено острием сострадания пусть это будет одежда для всех живых существ медитируя таким образом кантали понял пустотную природу всего существующего развивая великое сострадание ко всем непросветленным существам он достиг полного объединения практики и ситхи махамудры став известен повсюду как ягин кантали он действовал на благо живых существ и описав свой опыт ушел в ясный свет тха хули в тхакаре жил человек низкой касты зарабатывавший себе на жизнь плетением канатов из травы однажды когда он сворачивал и связывал свои канаты его руки покрылись огромными волдырями он мог только замереть на месте и стонал от боли проходивший ягин спросил что его так мучает выслушав жалобы тха хули он сказал если ты не можешь вытерпеть такую боль сейчас что ты будешь делать когда переродишься в низших мирах учитель взмолился тха хули есть ли какая-нибудь возможность избавиться от этого ягин дал ему посвящение с прямой передачей энергии и такие наставления с самого начала нет никакой внутренней природы не у вещей которые появляются как стебли травы не у тех энергий которые стягивают их вместе так что медитирую с растущим усердием 12 лет тха хули медитировал с верой и энергией согласно наставлением учителя осознав что все связывающие понятия беспочвенны и осознав что энергии всех вещей заимствованы ими и что сущностная их природа есть пространство тхармы он обрел ситхи он стал известен как ягин тха хули 700 лет не покладая рук работал на благо живых существ затем вместе с пятьюста последователями он ушел в ясный свет утфелли утфелли тот кто оторвался от земли родился в высокой касте в деве котей благодаря своим заслугам в предыдущих жизнях был очень богат однажды когда он пребывал в своей резиденции и наслаждался всеми плодами достатка в небе начали собираться пятицветные облака пока он следил за ними облака принимали формы различных живых существ одно выглядело как пересекающий небо гусь и утфели подумал если бы я мог стать таким существом пока он размышлял о птицах учитель карнари позашел в дом и попросил поесть накормив и напоив его утфели поклонился и спросил не доводилось ли тебе обучать умению летать кого-нибудь кто помогает странствующим йогином я могу это сделать ответил ягин и дал ему посвящение чатух петхама хайги не тантры наставление же были таковы в двадцати четырех великих местах можно найти 24 вида лечебных трав обойди их и в каждом тысячу раз повторим мантру каждой даки не закончив мантры бери немного травы а потом сначала наполни травами медный сосуд потом серебряный и наконец золотой и ты сможешь передвигаться по небу 12 лет ушло на сбор всех трав и когда утфели сделал все так как сказал его гуру он поднялся в небо и полетел он стал известен и описав свой опыт в своем теле ушел в ясный свет капалапа капалапа человек с черепом родился в семье низкой касты в раджапуре у него было пятеро сыновей когда его жена умерла он отнес тело на кладбище оставался там плача ему пришли сообщить что все пять его сыновей также умерли он принес останки на то же место и уже не уходил оттуда ягин кришна чири подошел к нему и спросил что случилось я потерял жену и детей ягин ответил капалапа и боль разрывает мне сердце я здесь потому что не могу забыть и эти тела так происходит со всеми не только с тобой ответил ягин но в отчаянии нет никакой пользы тебя действительно ужасает все в сансаре и жизнь и смерть я конечно я боюсь и жизни и смерти ответил капалапа и готов уйти куда угодно ягин дал ему посвящение в мандалу хиваджи и наставление по стадиям развития и завершения и оставил практиковать капалапа сделал шесть шнуров подвесок из костей своих сыновей потом он распилил череп жены и сделал чашу стадии развития он медитировал на саму чашу а в стадии завершения на пустоту внутри нее за девять лет он осуществил их полное объединение и обрел ситхи он так говорил своим ученикам я ягин с чаши из черепа природа существования исчерпывающе показано и я действую согласно своей внутренней энергии танцуя в небе он заставлял поверить в себя самых несговорчивых став известен как гуру капалапа он описал свои опыты и в течение 500 лет работал на благо живых существ с шестьюста последователями он ушел в ясный свет тира во владение кировы царя грахары были огромны но ему этого было мало и он воевал с соседями однажды его войско взяли столицу соседнего царства и все жители которые могли убежали но оказалось что множество женщин и детей брошено в городе когда царь услышал плач он спросил у своего министра что там происходит и министр со всей прямотой объяснил ему в царе проснулась сострадание и он приказал навести порядок и даже позволить уцелевшим мужьям и братьям вернуться в свои дома но отчетливое переживание сострадание не оставляла царя он устроил бесплатную раздачу пищи а потом в нем шевельнулась мысль что следует практиковать тхарму в этот момент появился ягин и попросил поесть кирова щедро одарил пришельца и ягин объяснил ему учение о четырех неизмеримостях царь попросил учить его дальше тогда ягин дал посвящение чакра самвары и оставил нового ученика практиковать стадии развития и завершения однако мысли царя часто возвращались к власти и войне и вот он получил наставление как их преодолеть представь себе всех живых существ трех миров как великую армию твой ум герой энергия которого безгранично распространяет свое господство как небо нет различий между армией и полководцем поняв это ты победишь когда ты достигнешь радости одержав победу в медитации ты будешь на самом острие жизни царь медитировал 12 лет и когда он достиг ситхи дворец наполнился светом он понял что его жена и приближенные также обрели ситхи и устроил великий праздник говоря тот кто идет путем четырех неизмеримостей даже если его энергия похоже на страсть сможет избавиться от заблуждений это что выглядит как великая ярость приносит нам победу став известен как учитель кираава он описал свой опыт и 700 лет работал на благо живых существ с кругу 600 последователей он ушел в ясный свет сакара некогда всеми черырьмястами тысячами городов канчи правил царь индра пхути великий властитель он не имел наследника и его жена и сам царь молились всем мирским и над мирным божествам с просьбой даровать им сына однажды жена царя ощутила некое существо внутри и это чувство принесло ей непередаваемую радость ей снилось что в шесть месяцев ее сын переносит на плечах луну и солнце выпивает океан съедает гору меру и опирается ногой на три области космоса она рассказала о своих снах мужу и он решил просить толкование у самых известных ученых брахманов брахманы ответили будет рожден великий бодхисаттва владыка царства дхармы источник совершенства который принесет счастье людям в этом и следующем мирах услышав это все вокруг были воодушевлены ребенок родился 9 месяцев спустя во время прибывающей луны он появился в цветке лотоса посреди озера благих дел и накопленных заслуг вокруг шел дождь из драгоценностей окружающие люди не знали что и думать потом они поняли что все это вызвано энергией новорожденного и надолго запомнили родившегося в озере жители округи получили тогда богатство какие трудно даже себе представить потом у жены царя родилось еще два сына когда родители умерли наследником был объявлен старший но он отдал царство младшему брату и стал монахом отправившись в шритхану принц встретил на дороге оволоките швару в монашеской робе и не узнал его ты хотел бы встретиться с самхагакай спросил бодхисаттва как я могу сделать это не имея наставлений если ты будешь учиться с должным почтением и преданностью я объясню тебе не тот оволоките швара явил множество аспектов хиваджры и предстал в своей истинной форме затем он дал принцип освещения и наставления и после этого исчез в шритхане к принцу подошел некий человек и спросил что он делает когда принц описал свою практику тот сказал я думаю сейчас я должен служить вам но когда вы достигнете ситхи вы дадите мне наставление принц согласился он практиковал в пещере в течение 12 лет между тем стране начался сильный голод и множество людей умерла боясь потревожить своего гуру слуга уже давно сам питался отбросами но однажды ему вообще ничего не удалось раздобыть только во дворце подали чашку жидкой рисовой каши добравшись до пещеры слуга настолько ослабел от голода что споткнулся и пролил часть каши ты что пьян спросил учитель как я могу пить если я еле хожу ответил слуга а что достать ничего нельзя я боялся побеспокоить гуру но здесь уже 12 лет голод и многие умерли те же кто остались в живых сильно страдают разве это входит в практику отмалчиваться спросил учитель сарруха я знаю как облегчить голод мастер собрал много риса и сделал на берегу реки подношение тормы потом он расшевелил восемь великих нагов произнося их мантры и энергии своей медитации вызвал их на поверхность мы здесь сказали ноги что мы должны делать в джамбудвипе долго не было дождя сказал мастер многие умерли и это по вашей вине так что пусть на первый день пройдет дождь из ясных припасов и на второй день тоже на 3 пусть будет дождь драгоценностей а на 4 пролейте воду ноги сделали все как было приказано и люди в округе освободились от страданий все это благодаря мастеру сара рухи говорили они и каждый глубоко уверовал в учителя сара рух ожидал посвящение своему бывшему слуге которого звали рама закончив с наставлениями приносящими магические способности он сказал я дам тебе наставление по стадиям развития и завершение хиваджры чтобы ты не бродил по небу просто так а помогал живым существам иди потом к шри порвать и и делай то что потребуется когда учитель ушел в ясный свет рама отправился к шри порвать и он был так энергичен что перенес туда еще и дочь одного из местных царей они вдвоем основали там несколько храмов и спустя много лет вместе ушли в ясный свет сарва бхакша сарва бхакши чье имя означает тот кто ест все подряд родился в семье низкой касты в абхаре у него был неестественно огромный живот а того что он ел все чтобы перед ним не лежала однажды он не смог найти ничего съестного и пришел куда-то где сел на землю не в силах думать ни о чем кроме пищи сараха проходя мимо спросил его а ты что здесь делаешь мой желудок сгорает на медленном огне и я не могу найти еды достаточно чтобы прекратить эту муку ответил сарва бхакша но если ты не терпишь голода даже столь короткое время что же с тобой будет в мире голодных духов сарва бхакша спросил на что похож голодный дух и сараха сказав смотри пальцем показал ему одного вот ты переродишься чем-то подобным сказал он сарва бхакша понял что это правда и попросил наставлений сараха дал ему посвящение и объяснил бодхичарь его тару шанти девы потом учитель сказал смотри на свой живот он пуст как небо пусть в нем зажжется огонь голода пусть весь видимый мир станет пищей для тебя и пусть он будет сожран как будто ты съел сарва бхакша медитировал с таким усердием что даже луна и солнце в страхе спрятались в одной из долин горы меру все вокруг запричитали что делать не будет больше света даки не даже убедили маха брахму спуститься к обжоре ты уже все съел сказал маха брахма медитируя на пустоту сарва бхакша послушался солнце и луна вернулись на свои места и все вздохнули с облегчением осуществив соединение возникающих вещей и пустоты сарва бхакша достиг ситхи он написал свой опыт и в течение 500 лет давал сильные благословения живым существам затем окруженный тысячи учеников он ушел в ясный свет нагоботхи однажды когда нагарджуна жил в уединении в суварне туда пришел один брахман с запада индии который был вор он заглянул в дверь и увидел как учитель ест роскошный ужин си золотого блюда в голове брахмана возникла мысль украсть блюдо но нагарджуна почувствовал это и выбросил блюдо в открытую дверь зачем вы это сделали униженно спросил брахман входя в дом и низко клоняясь у меня была мысль украсть блюдо продолжал он но теперь в этом нет необходимости зачем же вы бросили его мне мое имя нагарджуна ответил учитель богатство здесь только для блага других я выбросил блюдо потому что когда мы умираем нам нечего делать с вещами оставайся ты можешь здесь есть и пить и не нужно будет воровать брахман был покорен поведением учителя и попросил наставлений нагарджуна дал ему посвящение гухья самоджи и наставления как освободиться от привязанности к вещам представь что все вещи которых ты хочешь рога на твоей голове все драгоценное не имеет собственной природы медитируй на чистый свет нагарджуна свалил в угол дома драгоценные камни и оставил вора наедине с ними нагоботси медитировал согласно сказанному за 12 лет у него на голове выросли такие рога что при каждом движении он цеплялся за углы он был очень несчастен вернувшись нагарджуна спросил вора тебе хорошо плохо ответил тот нагарджуна рассмеялся и дал такие наставления если при медитации растить рога это отравит всю радость также привязанность к самому лучшему и поискам его приносит страдания у существующих вещей нет никакой природы они как облака в небе рождение жизнь смерть добро травма откуда они что это что может осчастливить тебя и что может разрушить тебя если твой ум чистое пространство с самого начала нет ничего что должно быть сделано потому что все пусто услышав это ученик прямо осознал пустотность как фундаментальное свойство вещей за шесть месяцев медитации он понял единство сансары и нирваны и обрел ситхи как лучший ученик нагарджуны он стал известен под именем нагаботки для блага живых существ он применял восемь великих ситхи странствий под землей меча связывание и развязывание лечение таблетками и взглядом крылатой походки эликсиры бессмертия эти восемь могут принести все что пожелаешь оставайся на шри порвать и сказал нагарджуна учите работать на благо живых существ и учитель оставил его там говорят что теперь он проживет две тысячи лет дарика некогда в салипутре правил царин драпала однажды вечером возвращаясь с охоты через рыночную площадь он увидел толпу людей оказывавших знаки почитания ягину луипе сай посмотрел что там происходит и сказал ягин ты из хорошей семьи и выглядишь пристойно тебе не пристало нарочно есть зловонные рыбьи отбросы тем более на людях я пришлю тебе любой еды и вообще все что ты хочешь если ты захочешь царство я отдам если бы у тебя был метод преодоления старости и смерти мне как раз нужен такой ответил луипа без него все остальное ни к чему от царства же одни хлопоты нет я ничего не возьму эндрапала к тому времени устал от управления страной он сказал своему министру брахману я уже много лет ношу корону и что из этого пойдем послушаем тхарму моя жена одета и накормлена а сын кажется хочет царствовать министр ответил что если постараться все возможно и они передали царство наследнику царь и министр вместе пошли на кладбище к луипе и постучались в дверь кто там спросил мастер услышав ответ он сказал хорошо хорошо сходите он дал им посвящение в мандалу чекрасамвары и оба предложили в виде платы служить учителю втроем они отправились просить подаяния варису потом они оказались в пхиропуре в городе джентапура там они пошли в дом который держала одна женщина и где было триста танцующих девушек обслуживавших местный храм луи по все спрашивал не хочет ли почтенная матрона купить слугу или двух может быть ответила содержательница дома и вышла рассмотреть их получше увидев красивого мужчину она захотела оставить его себе и спросила сколько они просят 500 ответил мастер получая деньги за бывшего царя луи по сказал только не позволяя никому спать с ним не заковывая его в цепи вообще он стоит большего потом он ушел вместе с брахманом принц 12 лет проработал в публичном доме там он был женщин и делал им массаж прочие слуги очень ценили его так как он брался за любую работу однажды царь джанапа также называемый кунджи пришел к девушкам с пятью сотнями золотом которые он хотел потратить на удовольствие этого мира принц он дал 7 золотых на чай кунджи прекрасно провел день и вечер но поскольку он все время что-то жевал у него в конце концов испортился желудок ночью он был вынужден бегать взад вперед получив уже за полночь некоторое облегчение он вдруг почувствовал аромат благовония заметил свет в глубине сада решив посмотреть что это он пробрался сквозь кустарник и увидел слугу сидящего на троне в окружении 50 девушек кунджи совершенно не ожидал этого вернувшись в дом он позвал хозяйку посмотреть что происходит у нее в саду они застали ту же картину и распростерлись перед мастером говоря мы простые люди и ничего не знали это большой грех держать вас слугах умоляем вас быть к нам благосклонным мы 12 лет будем поклоняться вам мастер милостиво отнесся к ним и хозяйка публичного дома и царь кунджи попросились к нему в ученики он же поднялся в воздух и не торопясь полетел над городом говоря у любого царя есть зонтик и кто-то сидит на троне льва мое же царство иное и положение выше я держу зонтик освобождение и управляю великой колесницей я дарика радуюсь всем сердцем властвуя в трех мирах он прислуживал проституткам и поэтому стал известен как дарика позже семью стопоследователями он ушел в ясный свет путали однажды один попросил подаяние у человека низкой касты в бенгале тот накормил и напоил его и повинуясь спонтанному чувству стал его учеником ягин дал ему посвящение хиваджры все наставления и еще танку хиваджры говоря теперь странству из города в город проси подаяние и медитируй используя эту танку путали практиковал 12 лет и обрел ситхи хотя его реализация еще не было полной однажды он оказался во дворце царь заметил как путали расставляет на танке фигурки божеств и сказал настоящие боги те которые нарисованы нет ответил путали настоящие эти потому что они оказываются на своих местах в танке царь заинтересовался и велел позвать художника как ты докажешь свою правоту спросил он путали нарисуйте местного бога поверх буддийского изображения сказал ягин скоро буддийский сюжет выступит на поверхность если это произойдет заявил царь я сам стану буддистом ягин кивнул позже когда танка была готова все увидели как на месте одного рисунка изображавшего божество возник совсем другой царь был поражен он стал учеником йогина и начал практиковать тхармана ягин же прославился как учитель путали и 500 лет работал на благо живых существ описав свои опыты он с шестью сотнями учеников ушел в ясный свет панаха панаха сапожник был сапожником в сантханагаре однажды к нему за подаянием подошел ягин обладавший сильными магическими способностями панаха вдруг поверил в него и последовал за ним они дошли до кладбища зачем ты пришел спросил ягин я хочу попросить у вас тхарму ягин рассказал о страдании в сансарии благах которые приносят собой освобождение выслушав его сапожник попросил метод позволяющий выйти из сансары ягин дал ему посвящение сильное благословение и наставление о том как перевести в медитацию обычные впечатления надень ботинки покрасивее и иди побыстрее чтобы они скрипели сосредоточься на этом звуке и медитируя на то что он не отделим от пустоты панаха понял что имеется в виду и начал медитировать за девять лет он преодолел все трудности правильного восприятия и обрел ситхи став известным йогином он описал свой опыт и много работал на благо живых существ с восемью стопоследователями он ушел в ясный свет как алипа в чем паре был царь который не выносил жары он проводил время в тени деревьев асмара рядом с потоком кристально чистой воды вокруг росли яркие цветы с терпким запахом и зрели редчайшие фрукты сюда приходили сыновья и поданные чтобы поклониться ему и конечно же множество прекрасных девушек служила властителю они пели танцевали и сыпали на него лепестки цветов однажды когда царь предавался наслаждением к ограде сада подошел монах там было триста дверей и он не знал куда постучать царю слышал его и пригласил войти сделав монаху множество подарков он спросил ну как счастлив ли ты в своей дхарме также как я счастлив своей с точки зрения ребенка вы действительно очень счастливы ответил монах но с точки зрения мудрого все это отрава как отрава и ягин рассказал царю о трех ядах вообще власть состоит из трех ядов сказал он она идет к плохому концу она содержит каждодневные неприятности она выглядит так как будто вам подносит прекрасное кушание и все вокруг видит это но только вы один едите и знаете какая это отрава у царя была хорошая интуиция он сделал монаха своим учительным и попросил наставлений ягин дал ему посвящение чекрасамвара и объяснение пути царя отрекся от престола в пользу сына но хотя его хватило на то чтобы отказаться от роскоши голос кукушки в деревьях асмара тревожил его и заставил попросить практику от которой он бы вообще не отвлекался ягин сказал представь себе как в пустом небе собираются тучи выпадает дождь и это питает растения также в пустоту твоего слуха входит звук это кукушка из облаков мышления и восприятия возникает ядовитый дождь сожаления и поднимаются листья иллюзий безумие не расстаться с этим мудрый человек отбросит ребячество смотри теперь из пустотной природы самого ума гром неразделимость пустоты и звука приводит облако высшего блаженства и под дождем света истинной природы качается плод пяти знаний здесь много удивительного для того кто поймет медитируя на эти слова как алипа за шесть месяцев обрел ситхи сделав многое на благо живых существ он ушел в ясный свет ананга ананга родился в семье низкой касты в гахуре поскольку в предыдущей жизни он много медитировал на терпеливость он был очень привлекателен на него заглядывались и женщины и мужчины и он гордился этим однажды монах человек строгих правил заглянул к нему ананга накормил его и обещал давать ему что-нибудь каждый день потом он спросил гости наверно очень трудно просить милостыни зачем вы делаете это я ухожу из сансары и это метод освобождения ответил монах и в чем разница между источниками нашего существования она велика тебя питает красота и гордость но дхарма не удержалась бы на них более потрясающие вещи возникают из практики которой живу я какие же того кто существует в практиках дхармы не остановит ничто не люди не обстоятельства получив тело будды он уходит в полную свободу когда ананга попросил у монаха наставлений тот спросил способен ли ты прекратить заниматься тем чем в основном занимаются в мире думая об одежде и еде по моему каждый только и мечтает об этом ответила нанга хорошо но можешь ли ты медитировать да могу ягин дал ананге посвящение в чакрасам вару и наставление как очистить шесть полей чувственного восприятия все появляющиеся вещи имеют природу ума и нет ничего чтобы существовало иначе пусть объекты шести чувств остаются на своем месте их природы неразрушимы и незачем их желать медитируя так он достиг ситхи за шесть месяцев и стал известен как гуру ананга он много сделал на благо живых существ и в своем теле ушел в ясный свет лакшмин кара лакшмин кара была сестрой царя эндрапхути который управлял 250 тысячами городов самбалы в у деяни с детства она пользовалась всеми преимуществами высокого положения она училась у великого ситхи камбалы и хорошо разбиралась в тантре сарин драпхути отдал ее в жены сыну джалендры царя ланки уезжая на остров она везла с собой бесценное сокровище свое глубокое знание учений будды прибыв в ланкарупу лакшмин кара была огорчена увидев что большинство окружающих ее не буддисты к тому же было объявлено что положение звезд неблагоприятно и ей не позволили войти во дворец она становилась в городе люди и свиты принца только что с охоты на веселее тяжело нагруженные дичью приехали поприветствовать ее что это спросила она сколько здесь крови кто убил этих несчастных животных люди ответили что ее муж принц очень любит охотиться и проводя много времени в лесах убивает зверей принцесса терпеть не могла охоты чревоугодия и тому подобного она подумала мой брат индрапхути великий защитник дхармы разве я могу позволить себе выйти замуж за язычника оправившись от первого потрясения она раздала все свое богатство местным жителям а украшение своим спутником потом она объявила что 10 дней не желает никого видеть она разделась обрезала волосы и намазала тело пылью и углем саре весь двор были в глубоком горе врачи готовили лекарства для лакшминкары но она отмахивалась и выбрасывала все и хотя уже послали письмо к ее брату она оставалась очень несчастной все происходящее вызвало в ней отвращение к сансаре и побудила бежать она вела себя как сумасшедший аскет ускользнув из ланкапура она жила на кладбищах и все сильнее чувствовала цель своего сердца за 7 лет лакшминкара достигла ситхи она научила дхарме одного человека работавшего во дворце дворником и он добился серьезных успехов однажды царь джалендра со свитой приехал в те места где они жили он собирался охотиться в лесу царь сбился с пути и набрел на пещеру где спала лакшминкара заглянув внутрь он увидел в залитом светом пространстве бесчисленных дакинь делавших различные приношения джалендра отправился было назад во дворец но воспоминания об увиденном не оставляла его и он вернулся в пещеру и войдя поклонился почему ты кланишься мне спросила лакшминкара когда царь попросил наставление она сказала все существа в сансаре погружаются в боль здесь нет счастья и блаженства только рождение старение и смерть даже боги это чувствуют три неблагих предназначения мучительны хотя вы едите здесь и там вы всегда голодны вас бросает то в холод то в жар но царь какое наслаждение освобождаться она сказала ты не можешь быть моим учеником у меня учился твой дворник и он будет учить тебя он уже достиг ситхи станет твоим другом в тхарме но как я узнаю его среди других мусорщиков спросил царь это тот кто раздает еду нищим загляни к нему ночью ответила лакшминкара найдя дворника царь не сразу поверил ему но со временем убедился что это человек незаурядных способностей царь получил у него посвящение прямую передачу энергии и наставления в практике лакшминкара и ее ученик совершили много чудесного обучая в лангкапуре стадиям развития и завершения по ваджраварахи позже они в своих телах ушли в ясный свет самудра один бедняк в сарватире жил тем что ходил на побережье и вылавливал что-нибудь в море однажды так ничего и не найдя он махнул рукой и сел на краю кладбище что ты делаешь на могиле спросил его ягина чем-то он рассказал все существа в мире переживают неизмеримые страдания сказал ягин выслушав самудру тебе кажется ты не можешь вынести этого сегодня а завтра становится еще хуже и не признака радости о ягин сказал бедняк как дорого я бы дал чтобы сбежать отсюда а чин то посвятил его в дхарму и дал наставление о четырех внутренних радостях и четырех неизмеримых действиях дружелюбия сострадание радость и равностность это четыре неизмеримых счастье нарастает язык центра и в равной мере от внешних вещей 4 чакры это четыре радости счастье и пустота совершенно не отличимы если правильно медитировать не только нескончаемая радость возникнет но не будет и слова страдания медитируя согласно сказанному самудра за три года достиг ситхи став известен он описал свои опыты и постоянно работал на благо живых существ в кругу 800 последователей он ушел в ясный свет в я лево патраре богатый брахман в я ли делал опыты желая получить эликсир жизни он покупал множество ртути и лекарств потом измельчал их и смешивал но все это было впустую когда они появились даже отдаленные признаки успеха в я ли в гневе выбросил свои записи в ганг и прекратил опыты 12 лет поисков съели все его состояние и он отправился просить подаяние в город где находилась вихара царя рамы там одна проститутка случайно выловила в ганге его книгу и показывая ее спросила что это он рассказал ей о своих занятиях алхимией если бы у меня было немного больше денег все бы получилось говорил он женщина отдала ему свои сбережения но в ослепление он начал следовать прежним рецептом накупил ртути и работал с ней год совершенно безуспешно однажды после купания у женщины на плече остался приплывший откуда-то цветок когда она взяла его немного пыльцы попала в котел и мгновенно возникли все знаки трансформации брахман расспрашивал женщину что она добавила в состав потому что сам он изо всех сил старался чтобы туда не попадала ничего постороннего она не знала все говорит об успехе говорил он это восемь знаков удачи действительно судьба улыбнулась им брахман женщина и их лошадь все съели понемногу эликсира и все трое получили бессмертие но брахман был жаден и захотел унести эликсир туда где он мог бы никому его не давать он отправился в мир богов и даже боги не знали о его сокровище потом он поселился в стране царя келамбия там был скальный массив высотой в милю и шириной в 10 раз больше чем можно докричаться сверху на нем зацепилась одинокое дерево брахман поселился рядом с ним здесь некому было узнавать его секреты однажды в это место пришел нагарджуна уже получивший к тому времени способность передвигаться в воздухе он почтительно приветствовал брахмана и попросил наставлений как ты добрался сюда спросил в я ли нагарджуна показал ему свою влашебную обувь и объяснил как он получил ее в я ли отдал ему рецепт эликсира бессмертия и попросил взамен сандалии нагарджуна снял одну из оставшейся половиной пары по воздуху отправился в джамбудвипу потом он закончил практику на шрипарвати и работал на благо живых существ нагарджуна говорил привязанность к золоту зло пока вы не достигли определенного уровня если вы еще не достигли его вам следует искать руководство у гуру тогда вы станете великим человеком концовка таковы истории наиболее известных 84 ситхов луипы и других они изложены здесь точной в согласии с текстом 100 тысяч песен об хаяшри кто во всей полноте своих достоинств был рожден в магатхи и принадлежал к числу учителей благородные линии пусть заслуга накопленная здесь приведет к наставнику всех кто отравлен тремя ядами и терпит страдания пусть они узнают истинную природу того что противостоит заблуждением великий гуру абхаида ташрис чем пары в индии составил жизнеописание 84 ситхов монах мендрубшира пакурутна перевела их на тибетский язык иконография последователей тибетского буддизма вероятнее всего впервые встретиться с ситхами в живописи в тибетских танках там можно встретить их иногда в качестве главных персонажей иногда как побочные фигуры в подчиненной позиции они изображаются как правило над или под основным сюжетом и представляют традицию передаваемую в учениях и линиях передачи танки посвященные ситхам обычно образуют серии где на каждой картине изображено несколько персонажей каждый держит символ своих занятий и наделен знаками высшего духовного совершенства иногда ситхи изображались как монахи или миряне но чаще они выглядят как йоги так как владение йогой их отличительное свойство иконографические черты йогов определенные они носят длинные не обязательно стянутые в пучок волосы часто бородаты одеты обычно в короткие штаны хотя могут носить белые одежды или одну набедренную повязку часто изображаются с тантрическими украшениями с тиарами и подвесками частью из человеческих костей сидят на кучах листьев или шкурах иногда на человеческих костях или трупах на некоторых изображениях они держат пояс для контроля положения тела при медитации или чашу из черепа наполненную красной или голубой жидкостью череп здесь является символом тленности и смерти иногда он означает также пустотную природу сущего главные фигуры посвященных ситхам танок всегда окружены меньшими которые помогают им или делают подношения этот круг последователей часто упоминаемые в биографиях представляет работу ситхов на благо живых существ послесловие традиции ситхов несомненно составляет основу тибетского буддизма ибо ситхи и их активность дают нам сущностное понимание того что такое ваджраяна путь совершенной свободы ситхами предложена форма реализации которая пронизывает заблуждение нашего ума насквозь как свет пронизывает тучу открывая в нас ясность и уверенность внутреннюю энергию и спокойствие истории ситхов воплощают учения полезные для нашего развития если мы поймем то что они говорят то возможно обретем просветление здесь и сейчас этот путь прост и открыт просветленный юм оставляет позади двойственность поэтому ягин может проявлять свои учения в любой форме они могут быть даже скрыты в нашей повседневности чтобы получить полностью все что может дать ваджраяна мы должны подготовиться возможно это займет годы можно глубоко переживать невыносимость жизни в миру или даже стать монахом это может происходить по-разному позже необходим правильный контакт подготовленного ученика и просветленного учителя только тогда учитель может передать реализацию будды чтобы достижение просветления стало возможным уже в текущей жизни данный текст видимо самый полный тибетский источник говорящий о ситхах и представляющие различные их традиции на тибетской почве все ситхи являются индийскими мастерами основателями линий которые пришли в тибет в период с 8 по 11 столетия однако списки ситхов и подробности их деятельности могут различаться в разных традициях например некоторые считают что ситха сакара и падма сабхава одно и то же лицо хотя источники дают различную информацию на этот счет меняя стиль поведения ситки часто меняли имена например шанти дева выступает в различных аспектах не только как ученый ситха но и как монах пхусуку некоторые аспекты могут быть столь уникальны что трудно понять все выражения в тексте как относящиеся к одному и тому же лицу более того хотя известно что такие выдающиеся философы как тхарма кирти дигнага чендракирти чендрагамин и мармидзё входят в число 84 ситхов мы не знаем точно под какими именами и каким способом они проявляют себя какой именно фрагмент текста повествует о них многие ситхи знамениты своими текстами прозаическими или в форме дохи песни просветления ситхи побуждали к росту все чего касались а их песни могут поднять уровень того чем занимаемся мы дохи обращены к широкой аудитории но написанное особым языком требующим чуткости и понимания когда внутренняя подсвеченность прокладывает путь сквозь лежащий на поверхности значение слов дохи вводят в действительность совершенного освобождения перевод поэзии труден перевод дох в особенности консультации со словарями здесь недостаточно учение будды стиль и способ существования требует прямого контакта с живым значением и воплощением дхармы предлагаемый перевод отвечает этому требованию в ограничениях времени обстоятельств работа осуществлялась традиционной манере совместно с авторитетным ламой живым источником учения с целью устранить неясности и довести до отчетливости значения трудных мест оригинала это тем более важно что книга такого рода является символом перехода учения будды на запад события столь же глобального как переход его из индии в тибет на первых порах здесь не исключены определенные шероховатости я уверен что в будущих изданиях и здесь и в тибете эти работы будут окончательно отшлифованы предлагаемый текст относится к числу основополагающих и является одним из важных источников для освоения буддизма на западе тартханг толку падма-линг 1979 г-8 г-9 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 г-10 г-9